В рамках приличия, конечно, но и дети, как правило, либо близкие родственники, молодые, вождя племени, брались на артиллерийские курсы. Да брось ты эту артиллерию, давай лучше ко мне в казаки. И очень любезное, благодарственное письмо за службу и за храбрость получает молодой 15-летний капитан. Не тронь его, точка, Ермолов. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл рассказов из русской истории 19 века. Алексей Ермолов. Ну, что знаем мы о Ермолове? Герои войны 1812 года. Улица Ермолова в Москве. Где-то стоят памятники Ермолову. Вот, пожалуй, все. Деталей нет. А ведь на самом деле это интереснейшая, монументальная историческая фигура. Но если говорить о современниках, то для них тогда, в 19 веке, Ермолов – это просто фигура первой величины. Откуда он? Ну, происхождением Ермолов из старинного, но очень небогатого дворянского рода. Основателем рода этого считался некий Арслан Ермола, который приехал в Москву еще в стародавние времена, до Ивана Грозного из Золотой Орды и при крещении стал Иваном. Отец Ермолова жил в центре Москвы, где-то между Арбатом и Причистенкой, и при Павле вышел в отставку майором. Мать уроженная Давыдова. Она была теткой того самого Дениса Давыдова, знаменитого партизана 1812 года. То есть, соответственно, Денис Давыдов и Ермолов, они через маму двоюродные братья. Кстати сказать, Денис Давыдов и является для нас основным источником разного рода истории, анекдотов и баек о генерале Ермолове. По-родственному, по-дружески. Родился Ермолов в 1777 году при Екатерине в Москве. Домашнее образование завершил в пансионе при Московском университете. Как было принято в те старые добрые времена у матушки-императрицы Екатерины, на военную службу Ермолов был записан практически с младенчества. В два года он становится рядовым Преображенского полка. Спустя несколько лет, достигнув, наверное, ясельного возраста, сержантом Преображенского полка. Ну а на службе, наконец-то, появляется в 15-летнем возрасте, совсем тинейджером по нынешним временам. И вот в 15 лет в полку Ермолов капитан гвардии. 15-летний капитан. Сразу же блатное назначение адъютантом, какому-то генералу. Ну вот тут-то и проявился в первый раз характер Ермолова. Адъютантом в штабе он работать не хочет. Ермолов хочет учиться дальше. Его отправляют в 2-й кадетский корпус, как тогда писали, на собственное обеспечение, то есть не за казенный, а за собственный счет, на артиллерийские курсы. Там он изучает артиллерию, фортификацию. И вот 17-ти годам отправляется на первую в своей жизни войну в звании капитана артиллерии. И вот первая война Ермолова. Это польский поход, подавление польского восстания. Вместе с Суворовым, вместе с Валерианом Зубовым он участвует в штурме Праги. Прага – это предместе Варшавы. И в 17-летнем возрасте, по представлению Суворова, редкий случай, его представляют к награждению орденом Святого Георгия 4-й степени. Далее, вслед за Валерианом Зубовым, Ермолов отправляется в знаменитый Каспийский поход. Вот из всех братьев Зубовых Валериан был самым приличным. Это действительно боевой офицер, потерявший, кстати, ногу во время польской кампании. И у него даже был изготовлен специальный английскими мастерами протез, который позволял ему довольно быстро ходить, нога была ампутирована выше колена. И даже скакать верхом. Так что Валериан продолжал воевать и возглавил наш экспедиционный корпус в Закавказье. Задача экспедиционного корпуса была пробиваться к Турции, к Константинополю, обходя вот так бы с востока, вдоль побережья Черного моря. И Ермолов снова вместе с Зубовым успешно воюет настолько, что в 19 лет ему пишет личное благодарственное письмо императрице Екатерина. Ну, это большая редкость по тем временам, я думаю, что не обошлось, без протекции Валериана Зубова через своего брата, всесильного фаворита. Но за кого-то можно просить, а за кого-то просить нельзя. И очень любезное, благодарственное письмо за службу и за храбрость получает молодой 19-летний Ермолов. А далее вы знаете, императрица умирает, Павел I терпеть не может матушкиных фаворитов, отзывает Валериана Зубова из Персии, и Ермолов оказывается на невысокой должности командира артиллерийской роты на территории современной Белоруссии, в городе Несвиш или Несвиш. Там и сейчас, вот я недавно, лет 15 назад, наверное, побывал я в Несвиш, замечательный там средневековый замок. Вот там служил Ермолов, служил и скучал. Служба в Несвиш Ермолову не нравилась. Он писал, кавычки открываются, «Государь приказал батальону быть здесь впредь до повеления, а мне кажется, что навсегда проклятый Несвиш, президенция дураков». Вот от скуки в тех местах Ермолов стал членом тайного политического кружка. Этот кружок объединял офицеров, служащих в районе Минска, Смоленска. Назывался «Смоленским тайным обществом». Ну, заговоров они никаких не чинили. Читали политическую литературу, иностранную прессу. Что-то там обсуждали, видимо, за стаканчиком ничего покрепче. Обсуждали французскую революцию, ситуацию в Европе. Ну, все это было преподнесено императору Павлу как заговор. Члены этого политического кружка были арестованы. И на период следствия Ермолов оказался на некоторое время в Алексеевском Равелине. Камере номер 9. Вот как он описывал, не без чувства юмора, свое там нахождение. В Равелине ничего не происходит подобного описываемым ужасом Инквизиции. Но, конечно, многое заимствовано из всего благодетельного и человеколюбивого установления. Спокойствие ограждается могильной тишиной, совершенным безмолвием двух недремлющих сторожей, почти неразлучных. Охранение здоровья узников заключается в постоянной заботливости не обременять их желудка ни лакомством, ни пищей, ни излишним ее количеством. Жилища сие освещаются неугасимой сальной свечой. А бой барабана при утренней и вечерней заре служит исчислением времени. В общем, считается, что именно тогда чертами Ермолова стала некоторая скрытность и определенная осторожность. Вообще Ермолов вспоминал, «Если бы Павел I не засадил меня в крепость, то, может быть, я давно бы уже и не существовал. С моей бурной, кипучей натурой вряд ли бы мне удалось совладать с собой, если бы в ранней молодости мне не был дан жестокий урок. Во время моего заключения, когда я слышал плескавшиеся невские войны, я научился размышлять. Пребывание в Равелине Ермолова охладило, и с тех пор он всегда демонстрировал абсолютное равнодушие к политике. Хотя иногда некая склонность к фронде, к такому эпатажу у Ермолова проявлялась, и вы сейчас увидите, как и почему. После следствия, которое, естественно, доказало, что никакого особенного заговора в этом смоленском тайном обществе не было, Ермолова ссылают в Кострому, где он подружился с будущим прославленным героем войны 1812 года и вообще всех наполеоновских войн, казаком Матвеем Платовым. Ермолов годился ему скорее в младшие братья, если не в сыновья. И Платов, которому к тому моменту уже было четверо детей, предложил 20-летнему Ермолову жениться на одной из дочерей, после чего уехать вместе с ним на Дон, и говорил, что да брось ты эту артиллерию, давай лучше ко мне в казаке, я тебе доверю командование каким-нибудь казачьим полком. Ну, в шутку либо всерьез, но в казак Ермолов не записался, зато во время ссылки стал брать уроки латыни и на латыни читать произведения древнеримских мыслителей, философов, полководцев, Юлия Цезаря, например. Очень Ермолов проникся в этой ссылке любовью к книгам, а что самое интересное, овладел искусством книжного переплета. По тем временам это дело было довольно сложно, никаких переплетных машин не было. Переплеты, хорошие переплеты, настоящие, кожаные, делались мастерами вручную. И вот это хобби переплетать книги в совокупности с любовью к старинным бумагам, к пергаменту, к коже, вообще к самому запаху книг. Вот я, вы знаете, с трудом читаю электронные книги, во-первых, потому что всегда забываешь, что на них прочитал, вот прочитал, экран пропал, и ты уже забыл. А вот книга, она остается с тобой навсегда. Вот Ермолов книги очень полюбил и даже сделал несколько переводов римских классиков на русский язык. В этот момент Ермолову 20 с небольшим. По нашим меркам, он, в общем-то, студент старших курсов. Но так либо иначе, из-за всей этой истории со смоленским офицерским кружком и последующей ссылкой в Кострому, в знаменитый итальянский поход вместе с Суворовым Ермолов не попал. И очень-очень тосковал. Уже служа каких-то карнизонах, он писал, мне 25 лет, все хорошо, не достает войны. И вот война началась. Это была очередная антифранцузская коалиция и очередная большая всеевропейская война с Наполеоном. Дальше вы все знаете. Оу-Стерлиц. Катастрофа русской армии. И лишь часть союзного русско-австрийского войска твердо стоит на месте, выдерживает все атаки, и вообще представляет из собой такой образец порядка в этом чудовищном море хаоса, которое представляла из себя союзная армия, громимая Бонапартом. Это часть и части, подчиненные Багратиону, и артиллерия Ермолова. Кстати сказать, Ермолов под Оу-Стерлицем командует артиллерией. Его пушки даже на какое-то время были захвачены французами, но в результате смелой контратаки пушки были отбиты. Ермолов сохранил достоинство, честь, потому что потерять пушки для артиллерийского офицера это хуже ничего не бывает. Дело в том, что пушки очень дорогие. Пушки могут быть сразу захвачены противником, развернуты, из них может быть открыт огонь по собственным войскам. Поэтому оттащить их очень тяжело, а не тяжелые. Даже с помощью конной артиллерии перемещение пушек во время боя дело невообразимо тяжелое. Поэтому за пушки бились насмерть. При малейшей угрозе захвата пушек противником, их заблаговременно, по мере приближения врага, если не могут отбить атаку, пытались куда-то переместить в тыл. Помните Бородино? Забил заряд, я в пушку туго. Так вот, пушку можно было забить не только зарядом, но и забить в самом буквальном смысле этого слова. Таким образом пытались нейтрализовать артиллерию, которая неизбежно попадала в руки противника. Если враг приближался, и оттянуть пушки не было никакой возможности, то с помощью специальных гвоздей, таких вот толстых, железных, артиллеристы забивали в дули отверстия для поджигания пороха, заклепывалось намертво, и вернуть подобного рода орудия к жизни можно было только в результате целой операции в специальной артиллерийской мастерской. Таким образом, орудие становилось мертвым. Ну вот, Ермолову под его стерлицем удалось, не забивая пушки, просто их отбить у противника. Далее, в кампании 1806-177 годов Ермолов уже полковник, командир артиллерийской бригады, и он на самых опасных участках и при Прейсиш-Эйлау, и под Фринландом. Кстати сказать, интересный эпизод из воспоминаний Ермолова. Под Прейсиш-Эйлау в армию приехал государь. Ермолов вспоминал, как готовились к царскому смотру. Я зачитаю вам этот отрывок, чтобы понять, что истории про высочайшие инспекции, покраску пожухлой травы в радующие начальника зеленый цвет, все эти истории имеют глубокую историческую основу. Века меняются, но в армии, я думаю, что не только в нашей, скорее всего, в любой, не меняется ничего. Так вот, как Ермолов описывал подготовку, войск к государю усмотру. Перестроив единообразно шалаши, мы придали им опрятную нарушность и вид стройности. Выбрав в полках людей не совсем голых, пополнились других одеждою и показали их под ружьем. Голых, видимо, имеется в виду, что просто мундиры у них были рваные, затрепанные и так далее, поэтому, собрав мундиры со всех, как-то они часть артиллеристов одели. Совсем же обнаженных спрятали в лесу. Там же под Прейсиш-Эйлау Александр I представил Ермолова королю Пруссии. Вот, мол, полковник Ермолов, храбрец, скажу вам, брат мой, достойный офицер, я им доволен. Ермолов был вне себя от радости и писал, был я не избалован службе приветствиями. Король Прусский дал мне орден за достоинство. Мне и трем штаб-офицерам, в числе коих я находился. Ордина сии были из первых и еще не были унижены с чрезвычайным своим размножением. После кампании 1806-1807 года Ермолов отправился в часть, расквартированную где-то на Западной Украине. И там, в каком-то городишке, на территории современной, кажется, Ровенской области, Ермолов впервые в жизни по-настоящему и серьезно влюбился. Любовь была взаимной, но до свадьбы дело не дошло. Дело в том, что полковнику Ермолову не удалось заполучить свою возлюбленную в жены в силу недостаточно материального своего благосостояния. Незавидный был жених полковник, бедный. Вот так он и остался до конца жизни холостяком. И когда ему спрашивали, почему он с тех пор никогда не женился, Ермолов описывал свой случай, свою офицерскую бедность, свою первую любовь, имя которой он так никогда и не называл. Но с учетом того, что Ермолов был большим балагуром и острицом, я не исключаю, честно говоря, что вся эта романтическая история могла быть Ермоловым и преувеличенным. Война 1812 года. Я дал вам слово не пересказывать события этой войны, поскольку для этого не хватит и сотни лекций. И в принципе, вся эта история прекрасно изучена. Много есть замечательных книг, фильмов, хороших лекций, глубоких специалистов. Можно лишь сказать, что по мере войны популярность и известность Ермолова как талантливого военачальника росла. Известный эпизод, как он лично возглавил атаку, на коне отбил захваченными французами батарею Раевского. Одну из ключевых позиций на Мородинском поле. На Совете в Филях Ермолов активный сторонник дать повторный бой Наполеону прямо у стен Москвы. Если мы посмотрим с вами на знаменитую картину, то легко узнаем на ней Ермолова, который горячо протестует против сдачи города и с Кутузовым совершенно не согласен. Далее заграничный поход. Ермолов прошел от А до Я. Не было ни одного крупного сражения, где бы Ермолов на тот момент командующий артиллерией всей русской армии не участвовал, не был в самых горячих точках и не отличался. Отличался не только храбростью и мужеством, отличался и задиристостью, и тем, что мог, так сказать, ну, в рамках приличия, конечно, но и сказать какую-нибудь дерзость начальству, иногда даже самому государю. Как-то после очередного сражения государь, который очень благоволил Ермолову на самом деле, Ермолов нравился Александру Первому, и он спросил его, чем генерал наградит тебя за сию замечательную победу? Ермолов надулся и заявил при свидетелях. Государь, ничего не надо, только произведите меня в немцы. Это малопонятно современному любителю истории. Острота буквально передавалась из уст в уста. Дело в том, что, ну, патриотическое чувство тогда в армии росло, а было у нас много немцев, как наших российских, прибалтийских, так и иноземных, призванных на русскую службу. И русские, конечно, ревновали к немцам. Ревновали, потому что немцы получали высокие чины сразу, им дублировалось звание прусской австрийской армии. Русские ревновали, потому что немцы при переселении и при принятии российского подданства получали массу налоговых льгот. И вот такой вот демарш. Ничего мне не надо, лучше меня запишите по документам немцам. Русскому офицерству очень нравился. Такой мог себе только Ермолов позволить. После окончания войны с Наполеоном Ермолову прочили большое будущее. Во-первых, у него был союзник, можно сказать, профессиональный союзник, это Аракчеев. Такой же, как и Ермолов. Профессиональный офицер-артиллерист, который способности Ермолова ценил. Что, правда, не мешало Ермолова дерзить, в том числе, и Аракчееву. Прилюдно вспоминается одна история, мне с трудом, честно говоря, в нее верится, но она подтверждается некоторыми источниками. Правда, как-то Аракчеев, будучи военным министром, проводил ревизию воинской части Ермолова и обратил внимание Ермолова на то, что лошади плохо ухожены, как там грязные, нечесанные, не кормленные, может быть. Аракчеев был строгий начальник в этом отношении. Ермолов обиделся во всеуслышание, возразил министру, а, точнее, не возразил, а так поэтически заметил вслух. Как жаль, ваше превосходительство, что в нашей армии репутация храброго офицера может зависеть от каких-то скотов. Дальше была неловкая пауза, потому что кого имел в виду Ермолов, то ли, так сказать, лошадей скотину, то ли он так отозвался обо всех ревизорах, включая, понимаете, кого, было непонятно. В общем, так-то в очередной раз это Ермолову сошло с рук. Говорят, Аракчеев, надо сказать, человек в этом отношении, наверное, не обидчивый, даже лоббировал Ермолова на должность военного министра. Но Ермолов так либо иначе оказался на другом месте, и это место и обусловило в нашей исторической памяти, наверное, еще более значимое место для Ермолова, чем его заслуженное геройство во время войн с Наполеоном. Ермолов попросился у царя сам на место наместника Кавказа. Просьба эта была странной. Кавказ считался, вообще-то, отстойником для офицеров. Там большой карьеры не сделаешь, там дискомфортно. Это не Петербург, и не Москва, и не Западный фронт, где ты все время на виду у государя. Там опасно. Все время какое-то брожение на Кавказе. То война с Персией, то война с Турцией. Ведь Россия на тот момент отчасти контролирует за Кавказе территорию современной Грузии, Армении, Карабаха и Азербайджана. Я почему говорю отчасти, потому что конфигурация российской территории тогда все время менялась. Там были разные формы контроля, как непосредственно земли Российской империи, так и земли разной степени вассальных ханств и княжеств. Но дело в том, что между русскими землями и за Кавказем лежат территории, населенные горцами. Территория с сложным рельефом. Это горы, покрытые густыми лесами. И, по сути, под нашим контролем центральный коридор. С одной стороны, черкесские племена, черкесы, адыги. С другой стороны, чеченцы, Дагестан. И вот этот коридор в любую секунду может быть перекрыт. Получив назначение управляющим так называемого отдельного грузинского, а позже кавказского корпуса, а также управляющим по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии, Ермолов снова оказывается на перманентной войне. Но прежде чем вступить в должность, его задача была выполнить некую дипломатическую миссию. По итогам очередной русско-персидской войны надо было договориться с персидским шахом, подписать мир и решить все спорные пограничные территориальные вопросы. Ермолов вместе с большой свитой, большим посольством в 200 человек выехал на переговоры в Персию. Ермолов, конечно, был тем еще дипломатом, поэтому решил действовать сразу с позиции силы. На аудиенцию с шахом он прямо и заявил. Вы знаете, а я потом у Чингисхана. У Ермолов же есть татар, из Золотой Орды. Ну, говорит, есть легенда. Во мне кровь Чингисхана. Поэтому, вопрос решать не умею. Поэтому давайте либо договоримся по-хорошему, либо кровь во мне закипит. Что сделал Чингисхан с Персией, вы сами помните. Не доводите до греха. Ну, так либо иначе, удалось ему договориться. И дипломатическая миссия была выполнена настолько успешно, что самое высокое свое воинское звание генерала от инфантерии, это, по нашим меркам, генерал армии, Ермолов получил не за военные победы, а вот за успешное решение мирного дипломатического вопроса, с персидским шахом. Тогда ни одно посольство не пускалось в путь беззначительной суммы на представительские расходы. Ермолов эти деньги почти не потратил. Осталась нетронутой представительская касса в 100 тысяч рублей. Ермолов деньги не просто вернул, а еще и построил на них в Тифлисе. Тифлис – это столица, резиденция кавказского генерала-губернатора. Построил на них госпиталь для солдат. А ведь мог бы и растранжирить. Оценки историков деятельности Ермолова на Кавказе на протяжении более чем 10 лет, когда Ермолов по сути пользовался там неограниченной властью, неслучайно его называли проконсулом Кавказа, по аналогии с проконсулами Римской империи, объединявших у себя власть и военную, и гражданскую, административную, и хозяйственную. Оценки самые противоречивые. Ну, надо понимать, что в тот момент, когда Россия все-таки постоянно вела войны с Персией и Турцией, нахождение у нее за спиной в тылу враждебных племен упорного и грозного противника, противника, который привык, более того, к определенному жизненному укладу, мало того же, он привык к свободе абсолютно, и не привык никому подчиняться. Ну, и к тому же, противник очень воинственный, там с младенчества детей, мальчиков воспитывали как воинов. Более того, в условиях, когда сельское хозяйство, животноводство все-таки на Кавказе приносило очень скромный доход и не могло прокормить большие семьи, складывался постепенно так называемый набеговый характер экономики. Вооруженные, смелые мужчины постоянно нападали на своих соседей, не обязательно русских, на соседние племена, на земледельцев, уводили добычу. Это считалось доблестью, вполне естественным образом жизни, с чем, конечно, мириться империя не могла, потому что всякое государство, тем более, столь сильное, как Российская империя, обязана обеспечивать мир и порядок на своей территории, и лишь государство имеет монополию на насилие, а не какие-то там горные племена, которые действуют так в соответствии с многовековой традицией. Поэтому Ермолов был жестким проконсулом. Ну, начал он с того, что отказался от практики разовых карательных экспедиций, которые постоянно в то время использовались для наказания непокорных горцев. Ермолов говорит, ну, какой смысл? Ну, пошлем мы солдат. Зайдут они в аул, который к тому времени уже покинут восставшими горцами, ну, сожгут там что-нибудь, разорят. Потом солдаты уходят, горцы возвращаются в аул, еще более озлобленные, и все повторяется по кругу. Он избрал другую тактику. Это была тактика постепенного выдавливания мятежных племен в малопригодные для поддержания жизни и населения территории. При этом Ермолов создает так называемую Кавказскую линию, опору для планомерного наступления. Закладывается целая цепь крепостей, многие из которых сегодня представляют из себя небольшие поселения или заброшенные, а некоторые превратились в большие процветающие города, как, например, Грозный или крепость Нальчик, основанная Ермоловым. В этих крепостях селятся казаки, расквартировываются регулярные войска, и так идет постепенно-постепенно заселение вот этих непокорных территорий. При этом надо понимать, что покоренные народы приводились на верность российскому императору довольно жестким образом. Если они не соглашались по-хорошему, непокорные селения сжигались, сады вырубались, скот угонялся. Широко распространена была практика, известная Ермолову еще по сочинениям римских полководцев, когда римляне захватывали новые земли, это практика заложников, как называлось на Кавказе Аманаты. Вне зависимости от того, подчинялось ли данное поселение племя добровольно или по принуждению власти российского императора, дети, как правило, либо близкие родственники, молодые, вождя племени, брались в заложники. И стоило этому племени восстать, заложниками поступали самым жестоким образом. Другой принцип, который исповедовал Ермолов как проконсул, был, конечно, тоже древнеримский, разделяй и властвуй. Ермолов был ласков по отношению к племенам союзникам и жесток по отношению к тем, кто сопротивлялся. Так же, как и древние римляне, он стремился в непроходимых по началу кавказских лесах прокладывать дороги, прорубая специальные просеки. По этим просекам довольно быстро могла перемещаться армия. При этом, для развития земледелия в низинах Кавказа переселялись казаки, переселялись даже немецкие колонисты. Постепенно, постепенно сельское хозяйство начинало играть все большую и большую роль в экономике Кавказа. Рассказывает историю, как Ермолов пресекал все возможности торга с мятежниками. В самом начале наместничества Ермолов столкнулся с практикой похищения русских специалистов и даже офицеров с последующим возвращением их обратно за выкупом. Это была обычная практика. Горцы похищали русских, женщин, детей, даже военных офицеров, держали их в заточении и обратно потом продавали за деньги в результате каких-то длительных переговоров. Ермолов сказал кратко, я с террористами никаких переговоров вести не буду. И как только у него был похищен штаб офицер, история сохранила даже его имя, Швецов, Ермолов дал тут же команду из ближайших селений похитить встречно 18 самых уважаемых и заслуженных старейшин. После чего предъявил горцам ультиматум. Либо в течение какого-то определенного короткого времени офицер Швецов будет мне возвращен. Либо эти 18 старейшин, несмотря на все их седины, будут демонстративно повешены у меня на главной площади. Одномоментно. Офицеры вернули без всякого выкупа. С той поры, говорят, практика похищения у Ермолова его людей как-то очень быстро сошла на нет. Ну, опять же, методы, которыми действовал Ермолов на Кавказе, можно оценивать по-разному. Давайте посмотрим на результат. За 10 лишних лет его наместничество фактически сошли на нет разбойные набеги. Причем не только набеги на русских поселенцев, но и набеги друг на друга. Было покончено с работорговлей на Кавказе. Как я сказал, был дан толчок развитию сельского хозяйства. Началось развитие шелководства виноградарства. Началось строительство в городах. В целом, дороги на Кавказе стали безопасными. Была реконструирована военно-грузинская дорога. Ну и, конечно, Ермолов с большой любовью перестраивал Тифлис, столицу своего наместничества. В Тифлисе появились зеленые сады, прямые улицы, был построен монетный двор, меднолитейные и пороховые заводы. Тогда же вышла первая газета на грузинском языке, начала развиваться сеть национальных школ, открылся богатый офицерский клуб с замечательной библиотекой. Свою любовь к книгам Ермолов воплощал на деле. И в этом отношении он мне чем-то напоминает Потемкина, который, как мы помним, с вами ни в одну военную кампанию не отправлялся без большого количества книг. Как говорили иногда, целыми вазами возил Потемкин за собой книги, предаваясь в моменты отдыха, чтению и ученым разговорам. Благодаря безопасности на Кавказе начался довольно активный транзит товаров. И это очень оживило торговлю между Россией, Грузией, Арменией, Персией, территорией нынешнего Азербайджана и Турцией. Ну и, наконец, при Ермолове начали строиться и благоустраиваться знаменитые курорты и Сентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск. Надо сказать, что Ермолов был весьма особенным колониальным полководцем, если так можно сказать. В нем, как в любом русском человеке, не было ни малейшего намека на какие-то расовые или национальные предубеждения. Как я рассказывал вам, Ермолов был холостяком, но вот на Кавказе трижды был почти женат. Это был такой довольно своеобразный брак. Вообще, среди не всех, но некоторых мусульманских народов существовал такой обычай временной жены. Соключался договор между женихом и родителями невесты о том, что, особенно если речь об иноверце, то есть девушка была мусульманкой, а жених христианином, о том, что он берет эту девушку во временные жены, как бы не навсегда. При этом по договору, как правило, дети делились потом в случае развода, девочки оставались всегда у матери, а мальчиков мог забрать себе отец. Отец должен был обеспечить содержание жены не только во время брака, но и после, выплачивая ей определенную пенсию, такое пожизненное содержание. Ну и плюс к этому решались вопросы имущества, например, дети, нажитые в этом временном браке, не могли претендовать на имущество отца без его согласия. Ну, в общем, такой интересный обычай. Вот у Ермола таким образом было аж три, но все-таки он был на Кавказе более 10 лет, было одна за другой три временных жены. Про одну мы вообще почти ничего не знаем. Вот с одной был брак очень недолгий, где-то около года. Правда, у них родился сын, сына назвали Виктором. А вот с другой были длительные отношения, семь лет. Ермолов хотел с ней жениться по-настоящему, везти ее потом в Москву либо в Петербург, но гордая девушка не захотела изменять своей религии, отказалась свинчаться, вернулась потом к родителям. Там была, кстати, интересная история тоже. Ермолов сначала к ней сватался, родители согласились, потом родители передумали и выдали ее срочно за кого-то замуж. Ермолов узнал, про это пришел в негодование неимоверно и далее было похищение по всем кавказским правилам, в общем, как в кино. У незадачливого жениха Ермолов похитил обещанную ему невесту, забрал ее в столицу, в Тифлис. Родители пытались ее каким-то образом получить назад, Ермолов отказывал. В общем, там была такая горячая любовь. Родилось несколько детей в браке. Два сына, которых назвали в честь, естественно, древнеримских полководцев. Он же проконсул. Сын был один Север, а второй Клавди. Родилась дочь, и дочь-то потом останется с мамой на Кавказе. Как-то он немало напоминает, знаете, английского лорда. Вот я с трудом представляю, чтобы английского лорда была какая-нибудь индейская, либо индийская, смотря о каких колониях мы ведем речь. Жена, дети, чтобы он уговаривал свою супругу поехать в Лондон и венчаться. Вообще, современники отмечали острый ум Ермолова, непринужденность в обращении и при этом внушительную внешность. Я позволю себе процитировать сестру Грибоедова, которая в своих воспоминаниях описывала Ермолова так. «Прием генерала был весьма ласков и вежлив. Обращение Ермолова имеет какую-то обворожительную простоту и вместе с тем обаятельность. Черты лица его показывают душу великую и непреклонную. Публично осторожно, Ермолов в узком кругу был остроумным до извительности. Остроты Ермолова буквально передавались из уст в уста. Горцы относились к Ермолову очень сложно. Во-первых, они считали, что он заговоренный, может предвидеть будущее, вообще обладает какими-то особыми способностями. Относились они зачастую к нему с суеверным страхом, как писал историк Потта, близким к невольному благоговению, передавая память о нем из поколения в поколение. Этот историк внимательно изучал народный фольклор Кавказа и говорил, что в кавказских легендах Ермолов предстает человеком гигантского роста, с огромной львиной головой, который способен одним мановением своей могучей длани сокрушить все вокруг. Много лет спустя, после того, как Ермолов перестал быть навестником Кавказа, какой-то доктор ехал из Тифлиса в Симферополь. Ну и вот на горной дороге к нему подлетел горец, страшно напугал его, сказал, что у него умирает отец, и срочно попросил его поехать вместе с ним в аул. Доктор испугался. «Не бойся», сказал Горец, «мы люди мирные, нас и сам Ермолов знал». Ну, доктор поехал, осмотрел больного, дал ему какое-то лекарство, старику полегчало. В общем, доктора не знали, как благодарить. «А почему вас знал Ермолов?» спросил тогда доктор Горцев. «Мы ему служили. Вот посмотри». И Горец в доказательство достал какой-то старый пожелтевший листок бумаги, на котором рукой Ермолова было написано кратко «Не тронь его!» «Ермолов, отдай мне эту записку, я сохраню ее для истории», попросил доктор. «А я взамен достану тебе большой лист с печатью, на бланке и подписью нынешнего главнокомандующего». «Ни за что на свете», ответил Горец. «С этой запиской я здесь могу ничего не бояться. Она крепче всякого нового листа». Ермолов впоследствии писал о воспоминаниях. «Я мечтал, чтобы имя мое должно было сторожить границы крепче цепей, чтобы слово было законом азиатам, вернее, смерти. Снисхождение в их глазах это знак слабости. Я строг, но строг из человеколюбия. Одна казнь мятежника спасает сотни русских от гибели и тысячи мусульман от будущей измены». Так что человек был со своими принципами и со своим подходом к человеколюбию. Коль мы говорим с вами о Ермолове как о наместнике Кавказа, но не могу не показать вам пару образцов оружия, с которым наши солдаты сражались тогда. Вот редчайший экземпляр. Меня убеждают, что таких всего в России три. Так называемый русский пионерный или саперный тесак павловского образца 1797 года. У каждого нижнего чина, у каждого солдата, сержанта, пионерных, инженерных, саперных частей вместо длинной неудобной шпаги, которая ему мешала, был такой вот тесак, особенно полезный на Кавказе. Похож на мачете, знаете, или на какой-то короткий меч. А ружье у солдат было вот такое. Тоже подлинный экземпляр. Большая редкость. Типовое ружье образца 1808 года. Принято на вооружение русской армии. Не посмотрите, что кремниевый замок. Не посмотрите на то, что зарядить такое оружие требовалось не менее минуты. Ну, были, конечно, специалисты, которые умудрялись это делать побыстрее, но стандарт минута. Не посмотрите на то, что пуля у него огромная. Калибр круглой пули примерно он исчислялся в линиях английских, то есть в десятых долях дюйма. Ну, примерно 17 миллиметров. Это более полутора сантиметров в окружности. Или попадет в тело, не дай бог. Несмотря на все это, оно довольно точно било. По требуемому регламенту меткости надо было попасть в ростовую мишень, ростом в человека и шириной также примерно в человека с четырех выстрелов на расстояние 300 шагов. То есть, посчитайте, у вас было четыре выстрела, и вы обязательно должны были один раз в эту ростовую мишень попасть. 300 шагов — это 200 метров. Это очень немало. Очень немало. С меньшего расстояния, по-моему, в 200 шагов надо было попасть каждым вторым выстрелом. Иначе не зачет. Особая тема — отношения Ермолова и декабристов. Ермолов в душе, конечно, человек свободный, и многие подозревали, что даже республиканец. Он был лично близок, дружил, поддерживал отношения со многими из декабристов. И, в общем-то, был прекрасно осведомлен об их взглядах и настроениях. Многие будущие декабристы служили под его началом. Фамилии можно перечислить очень много, я назову лишь несколько наиболее известных. Так это и Фанвизин, Каховский, Якубович, Кухельбекер, Волконский, Орлов, Релеев. Релеев вообще говорил своим собратьям по тайному обществу. Ермолов знает о нашем существовании. Ермолов наш. Канун восстания декабриста входили слухи в Петербурге, что Ермолов не будет присягать Николая и вместе со всем своим кавказским войском пойдет на Москву. Слухи фиксировала и тайная полиция. Все питаются надеждой, что Ермолов с корпусом не примет присяги. Во время следствия над декабристами пытались получить сведения о существовании так называемого еще одного кавказского общества. Но, конечно, слухи эти были мнимыми. Денис Давыдов, если доверять ему, писал впоследствии, что Ермолов как-то сказал ему. Мне вообще не нравится сама тактика секретного общества. Я имею глупость не верить, чтобы добрые дела требовали тайны. Ермолов, безусловно, декабристам как людям, не как заговорщикам, не как мятежникам, но как людям он их сочувствовал. Они были его сотоварищами, они были офицерами. Впоследствии, когда декабристов отправили на Кавказ, в упрек Ермолову ставили, что многих из них, тех, кто был разжалован в рядовые, близко не должен был допущен быть, до офицеров, многих из них Ермолов привечал лично, встречал, поил чаем и даже приглашал на офицерские обеды. Это Ермолову ставили в упрек. Более того, мы знаем с вами, что одним из ближайших друзей Ермолова был наш великий драматург и дипломат Александр Грибоедов. И когда агенты полиции прибыли арестовать Грибоедова, всерьез подозреваемого в сношениях с декабристами, Ермолов задержал у себя агентов, предупредил каким-то образом тайных Грибоедов о том, что вскоре его придут арестовывать. Грибоедов воспользовался этой паузой и уничтожил все компрометирующие бумаги. Упрекнуть Грибоедову было не в чем, это были слова против слов. И вскоре наш выдающийся соотечественник был отпущен. В отличие от своего старшего брата, Николай Павлович все-таки Ермолову не доверял. И вот эти слухи о связях с мятежниками. И самое главное, огромная самостоятельность Ермолова и его колоссальная популярность в войсках, все это подвигало Николая к тому, что как-то надо с этим слишком уж независимым, слишком самостоятельным проконсулом покончить. В итоге в 1827 году Ермолов, ему на тот момент всего лишь 50 лет, неожиданно был освобожден от всех своих должностей и отправлен, как было написано в указе, в свои деревни, пребывать там впредь до особого повеления. В общем, ему эту пилюлю даже никак не подсластили. Ни награды, ни благодарности. Впоследствии много было наместников на Кавказе, но даже самые лучшие из них, такие как Паскевич, как Воронцов, так и не смогли до конца решить кавказскую проблему. На протяжении всех последующих 30 лет царства Николая I с большим, либо меньшим размахом на Кавказе продолжалась перманентная война с горцами. Опять же, мы не знаем с вами. Одни говорят, что этой войны бы не было, если бы Ермолов был чуть более милосердным, чуть менее жестоким. А другие говорят, Ермолов был последовательным, он был честным. Если бы Ермолов оставался наместником на Кавказе, то, в принципе, войны бы не было. Все бы так потихоньку и затихло. Ермолов пользовался огромной популярностью в обществе. И в архиве третьего отделения сохранилась сводка под названием «Общее рассуждение о Ермолове, собранное из различных сторон». Так вот, в этой справке говорится о сильнейшем впечатлении, которое произвело на русской общественность падение Ермолова, о негодовании на правительство и о всеобщем участии к судьбе Ермолова. Так получилось, что в отставке Ермолов прожил еще долгие-долгие-долгие годы. Он уехал сначала к отцу в Орловское имение. Долго там прожил. В 29-м году Пушкин во время своего путешествия на Кавказ сделал огромный крюк в 200 верст специально, чтобы заехать к Ермолову, выразить ему свое уважение. Пушкин писал, «Я приехал к нему в 8 часов утра. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего искусства с его портретами, писанными обычно профилем». Тут, как вам не вспомнить, написан в профиль замечательнейший портрет Ермолова, находящийся сейчас в галерее героев 812 года Зимнего дворца в Эрмитаже. «Лицо его круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Это голова тигра на геркулесовом торсе». Ермолов был мощный, сильным мужчиной, высоким, атлетически сложенным. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Да, Ермолов скучал. Кстати, после Пушкина к нему же в гости приедет еще и Лермонтов. Только спустя несколько лет, в 1831 году, его пригласит в Москву, где он тогда находился, на аудиенцию Николая I. Дело в том, что Ермолов жил на военную пенсию, жил в бедности. Как-то он во время своего владычества на Кавказе строил госпитали, дороги, библиотеки, офицерские клубы, перестраивал тифлис, строил крепости, но никакого состояния не накопил. Доходило до того, что Ермолов, сидя у себя в Орловском имении, выковыривал из орденов или подаренных ему каких-то драгоценностей, там, табакерок, выковыривал драгоценные камни, продавал их, чтобы расплатиться с долгами. Такое нищенское положение сверхпопулярного военачальника было, конечно, для Николая I позором. Николай I в течение двух часов о чем-то за закрытыми дверями с Ермоловым беседовал, потом вышел с ним под руку, что, кстати, все восприняли как знак особой милости, расположения и стали прощать Ермолову высокие назначения и быстрое возвышение. Опять стали заискивать перед Ермоловым. Но никакого особого возвышения не было. Ермолова пригласили в члены Государственного совета. Это был высший такой совещательный орган при государе. Стали платить хорошее жалование. Он переехал в Санкт-Петербург, но к своим новым гражданским обязанностям относился без особого энтузиазма. Но все-таки это был человек военный. И прослужив таким образом несколько лет в госсовете, решив свои материальные дела, Ермолов подал в отставку. Увольнение было ему дано. С тех пор он приобрел небольшое имение под Москвой, где проводил время летом, а зимой уезжал в собственный дом, находящийся по адресу и сейчас, Пречистенко, дом 20. Это известное здание. Называется у нас почему-то домом Айседоры Дункан. Почему, можете сами посмотреть в интернете. Так что дом этот сохранился. Вот что писал Ермолов в письме своему другу. По милости государя я пользуюсь неограниченным отпуском. До выздоровления от болезни. Скучаю. Зимой проживаю в городе среди родных. У меня пятеро детей, из которых старший выпущен уже из артиллерийского училища. Я спокойно приближаюсь к концу дней моих. Кстати сказать, все сыновья Ермолова, незаконорожденные, поначалу носили фамилию Горских, все они со временем обрели наконец свою прославленную фамилию. Все его дети выросли очень достойными людьми. Имущественно он их обеспечил. Он был добрым дедушкой. Необычайно любил играться со своими внуками. Сыновья его стали офицерами, а в большей степени, по-моему, почти все даже генералами. Даже в годы гражданской войны в одной из белых армий служил прямой внук Ермолова. Вот для того, чтобы понять, насколько все-таки Ермолов уже в глубокой-глубокой старости был популярен в обществе, надо вспомнить один эпизод начала Крымской войны. 1856 год. Ермолову 77-78. И вот московское дворянство единогласно избирает его начальником московского ополчения. Через несколько дней Ермолов получает еще одно уведомление о том, что его избирают начальником ополчения также и дворянства Петербурга. Я напомню, такая же точная история в 1812-м случилась тоже с немолодым Михаилом Дриловичем Кутузовым. Ну, Ермолов-то был существенно постарше. Более того, вскоре его избрали начальником ополчения Новгородской, Калужской, Орловской и Рязанской губернии. Ермолов сначала согласился возглавить московское ополчение, но вскоре через несколько месяцев все-таки отказался. У него началась лихорадка. Он заразился какой-то восточной болезнью еще во время своего наместничества на Кавказе. К тому же у Ермолова с возрастом ослабло зрение, и он лишился главного своего удовольствия. Почти перестал читать и писать. Один из гостей, побывавших тогда в рабочем кабинете Ермолова, писал. Кабинет его без малейшего украшения. Везде книги и карты. Горшочки с клеем, картонная бумага, листочки. Его любимое занятие – переплетать книги. Помните, он освоил это тогда еще в молодости в Костромской ссылке, где он жил вместе с Платовым на квартире. Он любит переплетать книги и наклеивать карты. Одет он в кафтан толстого сукна, застегнутый на все крючки. Такая вот беспорядочная и расстроенная жизнь необыкновенного человека. Замечательнейшая библиотека Ермолова состояла главным образом из книг по военному делу, политике, философии, по военной истории. Не только на русском, но и на многих европейских языках. Вся библиотека с многочисленными пометками Ермолова от руки. Библиотека настолько ценная, что после смерти Ермолова она была выкуплена у его наследников Московским университетом. И каждый из нас может, записавшись, получить эти книги, посмотреть их. Все они находятся в библиотеке МГУ. В 1859 году в Москве с Ермоловым познакомился Лев Николаевич Толстой, уже тогда начавший писать «Войну и мир». А в следующем году в Москву доставили плененного Шамиля. И когда его спросили, с кем бы он хотел увидеться, он ответил «Ермолов». Только Ермолов. Шамиль погостил в доме Ермолова на Пречистинке. На одном из вечеров в дворянском собрании, куда зашел Ермолов, поэт Федор Глинка приветствовал его таким экспромтом. «Умом затмил он блеск алмаза, в боях был славный он боец. Да здравствует герой Кавказа, да здравствует герой сердец. Под буркой, над русским станом, с морщиной умной на челе, не раз стоял он великаном монументально на скале». Великан, монументально стоявший на скале, последние годы жизни уже не мог ни читать, ни писать. Он сидел часами в своем любимом кресле, о чем-то думал, редко принимая посетителей. Скончается он уже во время царствования Александра II в 1861 году, в возрасте 85 лет. К этому моменту уже выйдет манифест об отмене крепостного права. Он заранее позаботится о своем погребении и напишет, «Завещаю похоронить меня как можно проще. Гроб прошу сделать простой, деревянный, по образцу солдатского. Панихиду обо мне, а служить только одному священнику. Не хотел бы я ни военных почестей, ни несения за мной орденов. По завещанию его похоронят в Орле, и в день похорон масса людей заполнит всю церковь, площадь, все улицы, прилегающие к церкви. В Петербурге после кончины Ермолова, на Невском проспекте, во всех магазинах, во всех витринах, будут выставлены его портреты. Как будто, как писали современники, он воскреснет в памяти России». Кстати сказать, Лев Николаевич не случайно встречался с Ермоловым во время написания «Войны и мира». Дело в том, что генерал Ермолов является автором записок, мемуаров, которые охватывают период 1798 по 1826 год. И говорят, что его записки – это самые точные сведения, не подлежащие сомнению. Самые ценные моменты этих записок – как раз описание Отечественной войны 1812 года и заграничного похода. Вот такой был Ермолов. Он не обижен официальной памятью. Есть улицы Ермолов во многих городах, в том числе в центре Москвы, недалеко от Бородинской панорамы. Там несколько улиц героев войны 1812 года. Ему стоят памятники в Орле, где он похоронен, в Пятигорске, в Минеральных водах. В Москве долгое время стоял его бюст в основанном им Грозном, но у этого бюста тяжелая судьба, его несколько раз взрывали. А потом, во времена Джохара Дудаева, вообще снесли. Такой он был необычный человек. Для простых людей, для всех мещан, разночинцев, для каждого грамотного крестьяна, для каждого, кто умел прочитать подпись под лубками, Ермолов был просто легендой, легендой при жизни. Для простых солдат – это кумир, герой на белом коне, во главе своих воинов, отбивающий под градом пуль и ядер у французов батарею Раевского, самое смертельное и жаркое место в центре Бородинской мясорубки. Для офицеров – это образец карьерного военного, который при этом, не утрачивая чести, может и смело пошутить, может позволить себе дерзить начальство, не кланяется пулем, который одинаково смел и в бою, и в служебных своих отношениях. Для вольнолюбцев – это симпатичная фигура, это тайный республиканец, это друг декабристов, это друг Грибоедова, это тот, кого декабристы планировали пригласить в будущее правительство новой России. Для государственников – это человек, который не изменил государю, который не поднял мятеж. Да, относился по товарищу своим боевым сослуживцам, но был верен присяге. И самое главное – это образец государственника, который вот своей жесткой, но последовательной политикой сделал все для замерения Кавказа и благоустройства огромного Кавказского и Закавказского края. Это, в общем-то, для самих горных народов Кавказа, которые Ермолова одновременно ненавидели и уважали, это тоже образец силы и честности. Неслучайно на Кавказе звучала такая поговорка. Есть один человек – Ермол. С ним можно и честно воевать, и честно разговаривать, то есть честно договариваться. Это человек, который не запятнал себя ни казнократством, ни избыточным серебролюбием, ни какими-то аферами, который, обладая, по сути, абсолютной властью в части империи, всегда был честен и последователен. Такой он. Сильный был человек. Генерал Ермолов. Есть чему поучиться. В массовом сознании мы ничего об этом человеке не знаем. Знают дворец, в Крыму названный его именем. Вот он у меня за спиной. Это не самый удачный ракурс, такой вид с моря на Воронцовский дворец, в Алубке. Прибывали яхты, и по этой лестнице был парадный вход. Если сделать съемку с квадрокоптером, посмотреть на этот дворец сверху, то мы видим, что он огромный. Замок, который бы сделал честь любому монарху. Самое главное, что рядом бесподобный, замечательный Воронцовский парк. Ну, кто хорошо учил в школе литературу, наверняка вспомнит яркую эпиграмму на Воронцова, Александра Сергеевича Пушкина. Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец. Но есть надежда, что станет полным наконец. Такие строки. Неприятные. Так себе образ формируется. Давайте все-таки разберемся. Давайте посмотрим, кто был такой граф Воронцов. Потому что судить по эпиграммам молодого Пушкина, наверное, было бы опрометчиво. Не все золото, что блестит. И эта поговорка также действует и в обратную сторону. Мы много раз сами убеждались, что те герои нашей истории, вот Павла I до Рокчеева, о которых сформировался какой-то странный стереотип от Румянцева до Петра III, при более близком рассмотрении оказываются совсем-совсем другими людьми. Совершенно с другими помыслами, другими характерами, другими надеждами и другим вкладом в историю нашего государства. Итак, герой нашего сегодняшнего рассказа граф Михаил Семенович Воронцов. Михаил Воронцов прожил долгую жизнь, почти 75 лет. он все время активно служил и работал. Так получилось, что практически при трех императорах, ну, чуть-чуть при Павле I, а потом при Александре и при Николае I. Я постараюсь довольно подробно рассказать о жизни и деяниях Воронцова и тех событиях, которые происходили рядом с ним, потому что в нем, как в зеркале русской истории, чуть не сказал зеркале русской революции, так вот, в нем, как в зеркале можно посмотреть на век двух братьев Александра и Николая и на военную, и на хозяйственную и экономическую историю России всей первой половины XIX века. Кто такие Воронцовы? Это древнейший дворянский род. Основателем этого рода стал некто Симон Африканыч, отчество. Легенды приписывают его деяния еще к XI веку. Это самое-самое начало становления Новгородско-Киевской Руси. Некий норвежский ярл, Якун слепой, изгнал своего родственника Симона или Шимона. Почему Африканыч? Может быть, где-то в Африке пиратствовал, бандитствовал. Те, кто смотрел сериал «Викинги», помните, там как раз один из сыновей ярла Рагнара, неистовствует в Сицилии и на Африканском побережье. Этот Симон поссорился со своим дядей и вместе со своей дружиной в 3000 штыков мечей перешел на службу Ярославу Мудрому. С той поры Россия и служили. Потом то объявляются Тысяцкими где-то в Ростове, то у Ивана Калиты. Это все, как говорится, предание старинной глубокой. А вот начиная примерно века с 15-го уже пошла документированная конкретика. Появился некий воронец. Он фигурирует в разнородно поколенных дворянских росписях. И Воронцовы служат воеводами, стряпчими, окольничьими, боярами. Главным образом по военной, конечно, части. Дед Воронцова, Роман Воронцов, уже человек очень известный, генерал-аншеф, сенатор, губернатор Владимирский, Пенсинский, Тамбовский, Костромской. Судя по его биографии, видно, что как при большевиках в те времена губернаторов часто перемещали с одной губернии на другую. Видимо, чтобы не засиделись, не обросли связями. Не возникло никаких помыслов запустить руку в губернский карман. Сложно сказать, насколько это уберегало. К нему прилипла кличка «Большой карман». Можно только догадаться, за что. Вероятно, был предприимчивым человеком. Хорошо мы знаем двух дочерей, соответственно, двух теток нашего героя Михаила Воронцова, одна из которых красивая, другая некрасивая, одна любимая, другая, нелюбимая, нелюбимая в семье. Красивую и, как ни странно, нелюбимую звали Катя. И это та самая Екатерина Воронцова в замужестве Дашкова, первый президент нашей Академии наук и ближайшая подруга императрицы Екатерины. Ее родная сестра Лиза, это пассия, возлюбленная Лиза Воронцова. Девушка симпатичная, как отмечали все современники, никто вкусов Петра Третьего не разделял, но, видимо, человек хороший, подсылаю вас к своему курсу истории XVIII века, как она слезно просила оставить ее с возлюбленным, ничего из этого, конечно, не получилось, братья очень ее любили и, в отличие от Кати, всячески ей помогали. Отец Воронцова, Семен, главный англофил русской истории. Человек, который прожил в Англии несколько десятилетий, работал там послом, собственно, в Лондоне и родится наш главный герой. В Лондоне его отец умрет. Это один из наиболее последовательных, убежденных русских англоманов. Главный противник союза Павла I с Наполеоном. Кстати сказать, все Воронцовы добивались успеха в послужбе, и брат его, дядя Воронцова, был, как при Александре, канцлером Российской империи, куратором Министерства иностранных дел. Мать Воронцова известна мало, но с хорошей фамилией, дочь прославленного адмирала Синявина. Умерла, когда сыну было всего-навсего около двух лет, туберкулеза, тогда лечить эту болезнь не умели. В общем, с родителями повезло, все хорошо, можно жизнь строить богатую, спокойную и счастливую. Ну, так, собственно, оно и начиналось. Родился Михаил Воронцов в 1782 году, подчеркиваю дату его рождения, чтобы мы понимали, что во время Бородинской битвы, войны 1812 года, ему как раз 30 лет. Воронцов тогда будет генералом, командиром дивизии. Это и есть один из тех молодых генералов 1812 года, о которых в песне поется. Воспитывался в Англии в 10 лет. У вас обычно к этому времени дети только начинают чему-то полезному учиться. Однако, Воронцов уже переводит с английского на русский, Бойко говорит и читает по-французски, учит немецкий, греческий, латынь. Тогда к образованию в элитах подходили серьезно. Помимо джентльменского дворянского набора, проживающему в Англии сыну посла и графа, полагается еще увлекаться яхтами, верховой ездой, фехтованием. Футбола тогда не было. Кстати, гребли тоже не было. Это уже более поздний английский национальный студенческий вид спорта. Надо дать должное. Отец в семье разговаривал с детьми только по-русски. Грудничком Миша Воронцов записан сразу по рождению естественно в гвардейский преображенский полк. И к четырем годам уже получает первый офицерский чин, прапорщик. При матушке Екатерине все это было можно. Потом строгий Павел этот разврат с присуждением карапузам офицерских гвардейских чинов прекратил. В 16 лет ему пожалована первая придворная должность коммергера. Дальше мог он жить в духе Троекурова и старых екатерининских фильмов. Жить не тужить коммергер при дворе в 16 лет проблем нет. Но тут впервые проявился его характер. Этой придворной сладкой должностью и привилегией юный Воронцов пренебрег. И в 19 лет просился из Петербурга поехал в армию поручиком. Причем не просто в армию, на Кавказ, где идут боевые действия. У нас считается, что Кавказская война началась где-то там при Ермолове уже во второй четверти 19 века. Но на самом деле на Кавказе было неспокойно всегда. Горцы, люди горячие, там же постоянные возобновляющиеся боевые действия то с персами, то с турками. И в одном из первых же боев чуть не погиб. Русскую колонну атаковали аварцы, опрокинули. Как вспоминал Бенкендорф, один из друзей, приятелей, сослуживец, я процитирую, графу Воронцову повезло. Он удачно упал, откуда-то сверху свалился с небольшой скалы, на груду сброшенных с обрыва лошадей и всадников. И контуженный все-таки сумел оправиться и бежать. Потом будут стычки с горцами, с персами под Ереванью, большие бои. Командующий граф Цицианов, такой же, кстати, грузин, как Багратион, представит молодого Воронцова к ордену святого Георгия четвертой степени за отличное мужество и храбрость, оказанные во время осады крепости Иреванья. Не могу здесь не отметить, что там же на Кавказе молодой Воронцов на всю жизнь подружился с еще одним героем нашего рассказа, посмотрите, будущим генералом Котляревским, когда молодым офицером он вытащит на себе раненого Котляревского из боя многие годы, десятилетия. Это будут ближайшие друзья Котляревские. Последние десятилетия будут жить в Крыму, в Феодосии, глубоким инвалидом, часто переписываться и встречаться с Воронцовым, который станет губернатором Крыма, Новороссии и Бессарабии. Почему я обращаю внимание на вот этот первый период его жизни? Потому что пройдет всего лишь несколько месяцев и тот же командующий из оцианов представит Воронцова еще к нескольким орденам, к ордену Святого Владимира и Святой Анны, произведет его в капитаны. Помните, когда мы говорили о Румянцеве? Румянцев тоже тот еще мажор, баловин судьбы из богатой и знатной семьи, но Румянцев первый свой боевой орден получит только лет в 30, а Воронцову 20, а у него уже несколько боевых орденов. В те времена боевыми орденами не разбрасывались. И это очень много говорит о его личном характере, личной воинской доблести. После Кавказа Воронцов опять на войне, на этот раз с Францией в составе десантного корпуса в Померании. Это не ВДВ, но десантный корпус это те наши войска, которые десантировались с кораблей военных в поддержку нашим союзникам. В 1806 году, в 24 года произведен в полковнике сражение под Фридландом, потом возвращается на какое-то время в Петербург-Гувардию, но из гвардии выходит с повышением командовать обычным армейским пехотным полком и направляется на Дунай. Вместе с Багратионом и с Кутузовым отличился под Рущуком, пожалован золотой шпагой с алмазами и становится генерал-майором. Такое ощущение, что я пересказал вам краткую историю предыдущих лекций. Багратион, Рущук, наполеоновские войны. Такова жизнь боевого молодого офицера. И вот война 1812 года. Молодой комдив Воронцов участвует во всех сражениях. Багратион мастер арьергардных боев. Воронцов отступает вместе с ним. При Бородино его дивизия защищает редуты первой линии, самой первой линии смертельных багратионовых флешей. Воронцов тяжело ранен. Он вспоминал потом, кавычки открываются, двадцать шестого на рассвете началась битва, или вернее бой не при Бородино. Все силы французской армии были брошены против нашего левого фланга, а именно на флеши. Я был ранен мушкетной пулей. Ранение мушкетной пулей тяжелое. Потом во многих документах, я тоже, кстати, об этом говорил, фигурировал, что его ранили штыком или саблей, что рана была колота. Нет, сам францов вспоминает, что все-таки это было ранение пулей. Слава Богу, тогда еще не додумались военные техники, инженеры до всякого рода разрывающихся пули. Или вы знаете, какие сейчас есть? Раскрывающиеся пули, когда в тело входит пуля вот таким вот маленьким отверстием, а выходит вот таким вот, вырывая внутренние органы. Почти все ранения всегда смертельные. Тогда до этого, слава Богу, не додумались, поэтому Воронцов после ранения остался жив. Он писал, моя дивизия была полностью расстроена от почти пяти тысяч осталось не более трехсот человек с одним полевым офицером, который не был ранен. Воронцов тогда не знал точных цифр и, в общем, немного преувеличил. Я проверил. Обычно в литературе фигурирует вот эта страшная цифра, основываясь на его воспоминаниях. 90% и все офицеры. Нет, это не так. Воронцовская дивизия была некомплектной. Пяти тысяч в ней не было. Уже много раненых перед Бородино, погибших. Всего около четырех. По ведомости о численности русских войск, которые составили перед боем и после боя, из четырех тысяч смертельные потери составили две тысячи пятьсот шестьдесят девять человек. То есть, две трети. Представляете, какой это был ад. Францову повезли на его дом. Он увидел следующую картину в своей городской усадьбе. Огромное количество телег, подвод, грузится мебель, грузятся пожитки, вещи, все это везется на восток, во Владимирскую губернию, потому что французы подходят к городу и вот-вот зайдут в Москву. раненый Воронцов отдает команду все разгружать обратно, пусть этот барахлоп достанется французам, на двести собравшихся подвод погрузить его раненых солдат и офицеров и всех везти к нему в имение. Там Воронцов устроит частный госпиталь, где лечилось пятьсот офицеров и рядовых, еще сто лошадей, полностью на личном содержании Воронцова до полного выздоровления. После выписки каждый солдат получал новое белье, обувь, военную форму при необходимости, тулуп и 10 рублей подъемных. Вскоре и сам Воронцов выздоровел и вернулся в строй. И вот новый отряд Воронцов, сводный большой отряд, состоящий из нескольких казачьих, егерских полков, гусарских и уланских эскадронов, гренадерских батальонов, артиллерии, участвуют в заграничном походе. В одной из битв Воронцов и действует против самого Наполеона. Большая редкость. Устоял. Устоял. Битва закончилась ничью. В числе первых Воронцов входит в Париж. 31 марта 1814 года. 9 мая мы отмечаем, эту дату не отмечаем, но зря славная дата. Она возвращается к нам постепенно, как день воинской славы России. Воронцов назначается командиром русского оккупационного корпуса, ему всего лишь 33 года, и возглавляет его до самого ухода наших войск, на протяжении нескольких лет. В Париж, конечно, входят и казачьи части. Казаки вооружены примерно такими шашками азиатского образца. Непосредственно это изготовлено чуть-чуть позже, 200 лет, подлинное оружие. Те мало чем отличались. Вокруг шашек много мифов. Шашка на языке адыгов, черкесов длинный нож. Шашки у Кавказа чуть-чуть покороче, примерно вот настолько. Действительно, больше похоже на очень длинный нож. Наши кавалерийские шашки длиннее. Кардинальное отличие от сабли классической не в том, что у нее там какая-то особая рукоятка без гарды. Есть и драгунский вариант шашки, как раз с такой небольшой ручкой, защищающей кисть. не в каких-то особых ножнах. Не значит, что сабли в железных ножнах, а шашки в кожанах. Разные были варианты. Не в каком-то особом изгибе клинка, количестве долов, расцентровке. Нет, шашки тоже были разной степени изгиба, стандарты эти менялись. Вся история холодного оружия 19 века это спор, что эффективнее прямой палаш или изогнутая сабля азиатского образца. Шашка как раз такая золотая середина, которую можно и колоть, ну и, конечно, рубить. Шашка это рубящее оружие. Оружие одного, максимум двух ударов. Ей не пофихтуешь особо, но удар смертоносен. Эта шашка, например, называлась Баклановская по имени генерала Бакланова. Говорили, что именно он отработал знаменитый Баклановский удар, когда шашкой с лету можно рассечь человека от плеча и до седла. Страшно даже это себе представить. Главное отличие шашки от сабли это способ ношения и техника изымания ее из ножен. Есть, собственно, только два вида распространенных холодного оружия, которые носятся таким образом. не вниз вот так как принято, а лезвием вверх. И, соответственно, вынимается шашка на скаку и сразу наносится рубящий удар сверху. Не надо делать вот этот финт над головой. экономится время. Удар более резкий, быстрый, сильный. Вы, наверное, поняли, о каком втором виде холодного оружия я говорил, которое тоже носили лезвием вверх, чтобы молниеносно вынимать и молниеносно наносить удар. Это японская катана. Знаменитый японский меч. про технику вынимания катаны. С ножен написаны, наверное, сотни хоку и философских трактатов. В зависимости от того, собрались ли облака над фудзи, какой-то туман, светет ли сакура, правильно ли был заварен накануне чай. Японцы к этому делу подходят глубоко и осмысленно. Наши казаки подходили попроще. У них это просто раз и все. Но каждая миллисекунда в бою может стоить жизни. Причем еще преимущество шашки. Пособие по фехтованию солдат, кавалеристов обучали буквально четырем-пяти ударом. Главное отработать их до совершенства и наносить очень быстро. Легкость обучения, практика, вот что было важно. А вот все вот эти французские изыски на шпагах это пусть будет для мушкетеров. Воронцов был хорошим командиром оккупационной армии. Всячески пресекал крабежи и мародерства. А перед возвращением в Россию уникальная история, описанная всеми мемуаристами. Из собственных средств поплачивает все долги, сделанные офицерами его корпуса. сумма огромная. Не надо при этом думать, что Воронцов узнавал в кафе либо в домах с девушками пониженной социальной ответственности, какие долги. Все, конечно, было не так. Офицеры брали деньги в долг в банке. Кредит доверия к русским офицерам был очень высоким. Поэтому для получения ссуды было достаточно дать расписку от имени старшего по званию. то есть там полковник ручался за майора, капитан запоручика, генерал-заполковника. Все эти непогашенные расписки были собраны и перед выходом из Парижа расписки были Воронцовым из личных средств погашены. Сумма набралась невероятная. Полтора миллиона рублей. Для этого он продал огромное имение в Белоруссии, полученное, кстати, в наследство от своей тетки, той самой Екатерины Дашковой, добавил своих, ну и все, расплатился. Сумма настолько большая, что я, честно говоря, даже не поверил. Как мог Воронцов ее собрать? Там, как в любой финансовой истории, есть нюансы. Это были полтора миллиона рублей бумажными деньгами, ассигнациями, а курс ассигнации к серебру был примерно один к пяти. Поэтому, если в серебряных рублях считать, то получалось 300 тысяч. Ну, что-то такое более представляемое. Благодарные офицеры подарили Воронцову большую серебряную вазу выгравиров к своей фамилии. Вероятно, фамилии особо крупных должников. Правда, как потом выяснилось, вазу они это тоже купили в долг, так что за нее Воронцов тоже заплатил. Воронцов заботился о солдатах. Он стал в армии большим либералом. Занимался обучением солдат грамоте. Почти полностью запретил телесные наказания, кроме самых больших проступков. Писал, что солдат, который никогда палками наказан не был, гораздо способнее к чувствам амбиции, достойным настоящего воина и сына отечества. От солдата, которого не бьют, полагал Воронцов, цитирую, скорее можно ожидать хорошую службу и пример другим. По тем временам было очень прогрессивно. Все-таки надо сказать, что многие современники полагали его идеальным командиром войны, но не очень хорошим командиром мирного времени. Его товарищ, сослуживец, будущий прославленный фельдмаршал Иван Паскевич, любимец Николая I, вспоминал так. Правду сказать, граф Воронцов весь свой век пренебрегал образованием войск, полагаясь исключительно на храбдрость и расторопность русского солдата, который считал врожденными качествами. Что значит образование? Речь идет не о учении, чтению и письму, речь идет о постоянных маневрах, упражнениях, строях и учениях в мирное время. Это Паскевичу Воронцове в военном либерале как раз и не нравилось. Воронцов не любил все маневры, парады, сам об этом последствии писал в автобиографии, что у него не лежала душа к муштре и всякого рода боевой подготовки в мирное время. Поэтому считалось, что не на войне солдаты Воронцова несколько разбалтывались. Честно говоря, мы не знаем, что по этому поводу считали сами солдаты. Свидетельств не сохранилось, а знаем только мнение ревнивых ревизоров, которые не всегда могут быть объективными. Впрочем, когда брат царя, великий князь Михаил Палыч отправился как-то инспектировать состояние русского оккупационного корпуса во Франции, то тот же Паскевич, ругавший ранее Воронцова за стиль командования, лично письменно просил у Михаила Палыча «Ваше высочество, вы в трудном положении. Вы можете, конечно, донести, что в корпусе плохая выучка, но подумайте, вы тем самым обидите одного из достойнейших генералов русской армии и храброе его войско. Не забудьте, что Воронцов очень нужен русской армии». Как-то во время военного смотра Александр I, который был абсолютным педантом и не меньше, чем его папа, повернутый на парадах выучки, красоте прохождения армии внешнем военном лоске, Александр I остался недоволен. Сделал замечание Воронцову публично. Войска двигались недостаточно бодрым шагом. В ответ Воронцов неплохо ответил. «Ваше величество, с поклоном, этим шагом мы и дошли до Парижа». Воронцов рассчитывал, что после возвращения в Петербург, с учетом всех его заслуг, его все-таки произведут в полные генералы. Вот к этому моменту был генерал-лейтенантом. Повышение Воронцов не дождался. Воспринял это как знак опалы. Писал, «Не милость мне идет свыше, это убивает всякую охоту и склонность к службе, заставляет думать о тысяче неприятных вещей». И от обида стал проситься в отставку. Тут надо отметить следующее. Воронцов служил не за деньги. Такие люди как он служили исключительно за идею и за славу, за признание. Александр первый был достаточно умным государем, чтобы понимать, что людьми служащими не ради денег, а ради идеи и славы разбрасываться нельзя ни в коем случае. Поэтому, когда Воронцов подал в отставку, Александр ее не принял, предложил ему бессрочный отпуск с правом жить где хочет, попутешествовать, осмотреться. Тогда-то Воронцов и стал присматриваться к Новороссии, съездил на разведку в Одессу, но он же в отпуске бессрочно, потом поехал в Париж, Париж – город любви, и вот в Париже почти 40-летний Воронцов и встретил свою будущую жену, собственно, благодаря которой во многом мы Воронцова и помним, потому что потом начнется интрига с Пушкиным. Жена его польских частично кровей, дальняя родственница Потемкина, красавица, богатая, там же в Париже поженились. По возвращении в Петербург Воронцов был обласкан. Александр демонстративно навестил его беременную жену, возбудив зависть жен всех своих вельмож и пожаловал ей орден Святой Екатерины, единственный в России женский орден, за что наградил ее орденом, непонятно, из любезности к дамам, наверное, и из желания как-то загладить неловкость перед ее мужем. С наградами при всех властях так бывает. Так что не будем к Александру Первому слишком критичным. А самому Воронцову Александр вручил письменный рескрипт очень необычный. Не могу не зачитать небольшой абзац. Я ожидал прибытия вашего сюда, чтобы лично изъявить вам признательность мою за ваши труды и попечения, коими вы совершенно оправдали мою к вам доверенность во время командования корпусом нашим войск во Франции и соблюдением внимания наилучшего порядка и дисциплины. Александр Первый умел расставлять точки настоящий дипломат. Обижаться было не за что. Немного здесь отвлекусь. Мы говорим о том, что Паскевич был близок с Воронцовым, с Ермоловым, который долгое время был начальником Воронцова, тоже Воронцов был в хороших отношениях. С Бенкендорфом они вместе служили, с Котлеровским дружили всю свою жизнь. Надо сказать, что как я ни копался, я не мог, кроме Пушкина, найти ни одного врага у Воронцова. Ни одного человека, который бы отзывался о нем резко плохо. Видимо, он действительно был во всех отношениях приятным человеком и умел дружить. Зато я нашел интересную историю про друзей Воронцова. Если бы три мушкетера были написаны чуть-чуть пораньше, то все бы точно сравнивали с четырьмя мушкетерами. Это была четверка друзей не разлей вода в молодости молодых офицеров самого элитного преображанского полка. Д'Артаньян был Воронцов. Был там свой портос, гурман, любитель нехитрых мужских радостей. Аркаша Суворов тот самый сын Суворова Рымникского, погибший потом судьба злодейка при переправе через Рымник совсем в молодом возрасте. Был свой атос, постарше, помудрее, Сергей Марин, шахматист, картежник, поэт, чрезвычайно популярный тогда. Ранен по Отечественной войне 1812 года и от ран так и не оправился. Болел, болел целый год и скончался. Спасление свое письмо буквально за день до смерти написал Д'Артаньяну Михаилу Воронцову. Ну, а четвертый был Рамис Дмитрий Арсеньев, сын предварителя московского дворянства из хорошей семьи. Тоже офицер, участвовал во всех войнах, попал в плен, вернулся в Россию, влюбился в какую-то девицу, получил согласие от нее, но тут к ней послатался какой-то богатый польский граф. И родители девицы, не особо спрашивая ее мнение, решили, что с польским магнатом партия будет получше. Молодой Рамис вызвал магната на дуэли. Стрелялись на пистолетах, секундантом был Д'Артаньян, Миша Воронцов. Арсеньев был убит первым выстрелом прямо на месте. Царю о дуэли было доложено так, что Арсеньев пошел с Воронцовым и друзьями на охоту, неосторожно оперся о ружье и случайным выстрелом прострелил себе сердце. Дело было замято, а девица вышла замуж за этого польского графа. Ни одно ружье, висящее на стене не должно быть не описано. Пистолет. Но это не тот дуэльный пистолет, из которого убили Рамиса. Это чуть более поздняя модель. Когда ее дали в музее, особая инструкция курок не взводить в ветхом состоянии. С такими пистолетами Воронцов служил спустя несколько десятилетий наместником на Кавказе. Носили в кожаной кобуре вот так вот на бедре, очень даже по-современному. Не всем давали его, в основном офицерам, кавалеристам, иногда артиллеристам, сержантам, фельдфебелям. Это последний тип армейского пистолета перед револьвером. Дальше будет Крымская война. Пистолеты постепенно заменят на револьверы образца Смит и Вессон. Стрелял примерно так же точно, как и дуэльный пистолет. Не сильно. Метров наверное 15-20 прицел. Но он легче заряжался. Воронцов потом всячески поддерживал младшего брата своего Арамиса. При Бородино на баградионовых флешах как раз его младший брат служил у него адъютантом. Так что Михаил Воронцов умел дружить, нести свою дружбу через всю жизнь. Считается, что он сочувствовал идеям декабристов. Это не так. Высказывался против крепостного права и действительно был добрым помещиком. У себя во всех имениях крестьян перевел на оброк, давал им больше самостоятельности. Вообще Воронцов был очень бизнесового склада человек. Мы об этом поговорим отдельно. Это большая редкость для военачальников иметь отличную предпринимательскую жилку. Воронцов был именно такой. А что касается крепостного права, все были противниками крепостного права. Бенкендор, будучи главой третьего отделения, был противником крепостного права. Сам Александр был противником крепостного права. император. От Екатерины никто не хотел крепостного права. Никто не понимал, как его можно отменить так, чтобы государство не рассыпалось. Привыкшее служить храбро, но жить за доходы от поместья, потом этого императора на кусочки не порезало. Воронцов действительно предлагал Александру проект создания добровольного дворянского общества. Воронцов дружил еще с одним известным человеком, декабристом Николаем Тургеневым, который подбрасывал всякого рода яркий проект реформ. С подачи Тургеневу Воронцов предлагает создать общество дворян-либералов, которые начнут на отработанных совместных условиях крестьян освобождать, подавать пример всей стране. К этому моменту Александр Александр уже как-то отошел от реформенного азарта и идея к сожалению пропала. Антимонархистом, республиканцем Воронцов не был никогда. Один из декабристов писал, он человек приятный, но никогда не пойдет данкишотствовать против власти. Одесса, где впоследствии два десятилетия Воронцов губернаторствовал, всегда имел репутацию такого свободного города с вольным духом. Действительно в Одессе концентрировалось много людей либеральных убеждений. Там активно развивался бизнес, там было много купцов, предпринимателей, много денег. Это была такая офшорная зона на территории Российской империи, Порто-Франко, и все это порождало дух свободомыслия. Губернатор был не строгий, но убежденный монархистом. И точку в разговорах о его симпатиях к декабристам ставят его подпись. Он был членом Верховного Уголовного Суда по делу декабристов. Не надо испытывать никаких иллюзий. Он будет в числе тех, кто подпишет декабристам смертный приговор. Четвертование. Мог ли он отказаться? Мог. Адмирал Мордвинов? Он действительно симпатизировал декабристам к настоящему. И он свою подпись под приговором ставить отказался. Ничего ему за это не было. Воронцов подписал. Весной 1823 года Воронцов назначается губернатором Новороссии. В Новороссию входит Екатеринославская, Днепропетровская, Херсонская и Таврическая губерния и Бессарабия. При этом Воронцов сразу выпрашивает у Александра особые условия. Я их перечислю, а вы учитесь договариваться, как говорится, с работодателем на входе в самом начале при подписании контракта. Первое. Он волен сам выбрать для резиденции любой город края и менять его тогда, когда посчитает необходимым. То есть он получает право сам утвердить столицу своего громадного генерала-губернаторства и при необходимости ее менять. До этого момента столицей был Симферополь. Он получает право ездить в свои имения, не спрашивая разрешения из Санкт-Петербурга. Воронцов часто отлучался по разным делам. Право навещать в Англии отца. Отец его продолжает жить в Лондоне. И право приезжать в Санкт-Петербург, как потребует того интерес и дело, тоже не выпрашивая на это соизволение. Переносит столицу генерала-губернаторства из Симферополя в Одессу. Мы опровернем миф, что только с этого момента и началось бурное развитие Одессы. На самом деле Одессе везло с городоначальниками. Был замечательнейший тюк Деришелье. Именно он устроил и Одесский порт, таможню, госпиталь. И самое главное, именно он придумал превратить Одессу в порт Франко. То есть в порт, пользующийся правом беспошлиного ввоза и за товаров, что делалось для увеличения товарооборота. И собственно с этого момента Одесса стала самым быстро развивающимся портом в России. Постепенно одним из самых богатых городов. Часть товаров оставалась в Одессе, часть вывозилась. Разница была огромная в цене. Представьте себе бутылка, завезенная без налога французского вина. Если бы налог платился, она бы дорожала в семь раз. Представляете, какой соблазн у которого одессов все-таки провести ее через одесскую таможню и дальше в Петербург, не заплатив никакой пошлины вообще. Совлазнов было много, контрабанда процветала, но и официальные доходы от Одесского порта были огромными, составляли существенную долю доходов к империи. Творонцов чувствовал, где бьется пульс жизни и принял решение столицу губернаторства перенести из Симферополя в Одессу. Согласимся? Каждый из нас, зная Одессу, принял бы, наверное, такое же решение. Наконец-то, став генерал-губернатором, на гражданке наконец-то Францову дадут чин полного генерала в 1825 году. Но большая редкость, когда боевой генерал оказывается одаренным администратором, а тем более талантливым предпринимателем. Францов оказался именно таким. Одесса, Портфранко, рай контрабандистов. Сложная территория, богатая, но непростая. Контрабандисты были людьми изобретательными. Как-то на спор с Францовым, один из предприимчивых торговцев, сказал, что привезет большую сумму дорогого товара, назвал какую-то умопомрачительную сумму, мимо таможни. Все прошерстили, все посмотрели, все проверили, залезли в любую бочку, в каждый сундук, в каждую телегу, ничего контрабандного не нашли. Когда таможенные документы на товар были оформлены, и этот предприниматель покинул зону досмотра, проигравшему спору Ронцову была предъявлена собачка, пудель предпринимателя. Этот пудель был сверху закрыт как бы фальш-шерстью из барана. Он был на самом деле не черный, как все подумали, а белый. Была вторая шерстка. Между главной его шерсткой и бараньей были спрятаны целые россыпи бриллиантов на огромную сумму. В условиях такого дикого зарождающегося капитализма кипели нешуточные страсти. Постоянно возникали конфликты между купцами, фабрикантами, владельцами судов, и Ронцов всегда был главным разводящим. Это был как крестный отец. Он лично разруливал, решал любые конфликты, споры, тяжбы. И надо сказать, дело так, если не ко всеобщему удовольствию, то точно ко всеобщему удовлетворению. Как последствия вспоминали, я зацитирую, вел дела успешно, плотно сотрудничая с многонациональной, разнокультурной армией коммерсантов. А представьте себе, там собирались коммерсанты со всех концов империи, со всего Средиземноморья. В его приемной собирались деловые люди, они играли в бильярд, обсуждали многомиллионные вложения, решали споры, уверяют, что его решения уважали в первую очередь потому, что судил он не по закону, а по справедливости, как бы сказали в 90-е по понятиям. Но он и сам неожиданно проявил талант к инвестиционной предпринимательской деятельности. Начнем с того, что его отец, владелец огромных имений в Новороссии, в Центральной России, когда Воронцову стукнуло в 40 лет, просто передал полностью право управления всем семейным бизнесом. И Воронцов взялся за это дело со свойственной ему энергией. Он начал скупать земли для виноградников и для будущего Лупнинского дворца сразу после назначения генерал-губернатором. Он основал винные подвалы в Массандре и стал делать в этом районе огромные площади виноградников. Кстати, после смерти Воронцова Массандра была выкуплена казной за колоссальную сумму в миллион 800 тысяч рублей, почти 600 гектаров земли, виноградники, табачные плантации, стенокосы и прочее, прочее. Надо, правда, тут оговориться, что, собственно, Воронцов не начал производить элитные крымские вина. Крымским виноделием именно с профессиональной, с винодельческой позицией позже займется князь Голицын. Воронцов делал вино-то массовое, недорогое. 50 тысяч ведер крымского вина, которым продавал в Москве, приносили ему ежегодный доход почти в 100 тысяч рублей. Ведро крымского вина стоило примерно 2 рубля. Таким образом, можно сказать, что всякий там Лафит и Клико убивали сценником воронцовскими винами просто на повал. Из этого пристрастия Воронцова к виноградарству есть большой плюс для потомков. на вырученные сотни тысяч Воронцов не скупал дачи на Лазурном берегу, не покупал футбольных клубов и дорогих яхт за рубежом, не покупал замков в Англии. Он строил Англию здесь. Все лучшее, что он видел за многие годы в Европе, Воронцов пытался воплотить у себя дома в России. И вот, собственно, английский дворцовый комплекс Воронцовых, который сделает честь в любой королевской семье, не только Винсдере, он построил в Крыму в пустом месте, в Алубке. Сегодня это государственный дворцово-парковый музей-заповедник. Воронцов разобьет там и грандиозный парк с редчащими цветниками, растениями, завезенными за границей деревьями. И все это богатство будет создано как раз на доходы Воронцова от бизнеса, в том числе и от продажи вина. Немного отвлекусь. Принципиальная разница между элитами тогда и во многом, к сожалению, элитами сегодня. Между полукупцами, как презрительно называл Пушкин, олигархами. Воронцов был миллионером при власти тогда и сейчас. Про Бородино и багратионную флешу я вам напоминать не буду. Интересно, кто из современных олигархов пришел к своим миллиардам через Кавказ, через все войны, которые были, четверть века без остановки, через штурм Парижа, через то, чтобы оплатить всем своим офицерам все долги. Знаете таких? Я, к сожалению, пока не знаю. Наверное, есть? Узнаю, расскажу. Ну, ладно, извините, это я отвлекся, как бы не выдержал. Воронцов, будучи сам крупным предпринимателем, покровительствовал и реально очень помогал местному бизнесу. Большая часть населения генерал-губернаторства тогда занималась животноводством, в частности, разведением овец, дававших грубую, недорогую шерсть, Воронцов на собственные средства выписал из Европы дорогих овец тонкорунной породы. По себестоимости всем раздавал, всячески агитируя за то, чтобы заниматься более выгодным бизнесом, производить качественную шерсть, из которой будут делаться дорогие ткани. Он же поспособствовал и развитию коневодства. У него был собственный конный завод, шелководство, виноградарство, садоводство. И не только для себя, для всех. Пожалуйста, вот лучшие образцы. Берите, покупайте, делайте. Даже в Китае Воронцов закупил несколько чайных кустов и стал инициатором чайных плантаций, а также расширения плантаций табака. Тогда курили, дымили все, а вот Воронцов не курил, молодец, поэтому прожил долгую жизнь. 75 лет, несмотря на ранения, труды и походы. Сам не курил, курящих не любил. Комната, где был Воронцов, курить категорически запрещалась, но табак выращивал, и это давало Воронцову и другим предпринимателям, которые его поддерживали, приличный доход, широко диверсифицированный бизнес. В Одессе он даже учредил императорское общество сельского хозяйства, целью которого была популяризация современных методов агробизнеса, агрокультуры, так что Воронцову хватало энергии на все. Помимо всего еще и общественный деятель. Мы же продавали в основном рожь и пшеницу за границу. В основном рожь, чуть меньше пшеницы. Воронцов, понимая рынки международные, быстро сообразил, что самый ходовой товар в Англии из зерновых это не пшеница, самый дорогой товар это льняное семя. И он предложил местным торговцам заняться выращиванием льна и продавать семя. Англичане стали закупать десятки тысяч тонн льняного семени, которая стоила кратно дороже пшеницы, выращенной в Новороссии. Посмотрел немного статистику. За 20 лет губернатора Саворонцова в Новороссии было высажено, основано и заведено 50 тысяч фруктовых садов, 30 тысяч виноградников, 70 тысяч огородов и баштанов, это не лесистый край, было посажено специально 12 миллионов лесных, 11 миллионов фруктовых деревьев, 81 миллион виноградных роз и более 7 миллионов тутовника. Завод для рафинирования импортного сахара. Потом на Украине и в Новороссии трудами внука Екатерины и Гриши Орлова появятся первые заводы для свекловичного сахаропереработки, белого хорошего. Помянул, что было мало леса и сейчас не так много. Топили лесом, вырубали, потом стали топить углем. Угля не было, уголь завозили, откуда бы вы подумали, из Англии. Можете себе представить, какую копеечку отопления зимнее влетало жителям Новороссии. И вот Воронцов поручил организовать разведку и разработку угольных месторождений. К середине 19 века новороссийские шахты стали выдавать угля больше имеющейся потребности. И уголь из Новороссии уже экспортировался, вывозился в Россию, в другие районы. По инициативе Воронцова были разведаны месторождения железной руды и начала развиваться металлургия. На верфях в Одессе, Николаеве, Херсоне строились уже не парусные суда, строились пароходы. Воронцов добивался льгот снижения налогов, снижения подати казенных, а там, где свободное для рынка место, там, где низкое налогообложение и есть условия, покровительствующие предпринимательство, туда бизнес идет сам, сам все развивает, не нужно специальных государственных инвестиций. Воронцов не пытался создать госкорпорацию, не оформлял какие-то безумные госзаказы, не создавал какой-нибудь Росимпорт, чего-то там, пром, нет. Он регулировал бизнес льготами, скидками и административной поддержкой. А дальше пусть работает частная инициатива. На самом деле самый правильный для поддержки бизнеса подход. Во-первых, не мешать, во-вторых, где можно помогать и убирать налоги, не подменяя их госинвестициями, которые, конечно, всегда гораздо менее эффективны. В 1835-м Воронцов как-то высадился на берег Азовского моря в районе Бердянской косы. Посмотрел. Там было всего лишь несколько землянок-рыбаков. Огляделся, походил, посчитал это место удобным для порта и распорядился построить здесь пристань для торговых судов, начать строить порт. Так появился наш город Бердянск. Ну, а сама Одесса при Азове, конечно, преобразилась. Парадным фасадом города стал Приморский бульвар, специально для которого Воронцов заказал проект за собственные средства дома дворца генерал-губернатора. Так появился частный, негосударственный Воронцовский дворец в Одессе. Один из современных архитектурных символов. Тогда же при нем было построено издание биржи, тоже один из символов Одессы, потому что Воронцов полагал, что коммерцией тоже надо заниматься в красивом месте. К середине 30-х весь бульвар был застроен частным образом, красивыми домами, Воронцов всячески это поощрял, выделял участки земельные, агитировал за то, чтобы строить на Приморском бульваре дорогие частные дома. Ну и, помимо всего прочего, одесситы, которые эти льготные земельные участки получали под застройку, должны были это делать по строгому проекту, более-менее единообразно, а также посадить обязательно определенное, немаленькое число, деревьев и виноградных кустов. С тех пор на одесских бульварах много зелени. А знаменитая лестница Потемкинская, она, конечно, никакая не Потемкинская, она Потемкинская стала благодаря, наверное, кинофильму «Броненосец Потемкин». Лестница эта Воронцовская, потому что построила она при графе Воронцовом огромное 10 площадок, 10 маршей, еще один символ Одессы. Воронцов покровительствовал образованию. Благодаря его попечению, в губернаторстве основано множество учебных заведений. В Бессарабии ланкастерские училища создавались, там процент грамотных был особенно низок, но были и такие довольно редкие, например, училища восточных языков, много нужно было переводчиков, бизнес с иностранцами. В Керчи открылся институт для девиц, в Херсоне-Николаеве, естественно, училище для моряков, торгового флота. Большая редкость при Воронцове в Одессе открылось училище для глухонемых, и об этом граф Воронцов тоже думал. В 1829-м он получил от Николая разрешение, специальный рескрипт, на создание большой публичной библиотеки в Одессе. Вообще, Воронцов невероятный библиофил. У него было несколько блестящих библиотек и за границей, и в Петербурге, и в Одессе, и, конечно, замечательнейшая библиотека в его Воронцовском дворце в Алубке, являющаяся архитектурной копией знаменитой библиотеки Вальтера Скотта в его шотландском замке. Воронцов был англофилом. И любителем рыцарского романа, видимо, публичная библиотека тоже была построена на частные вклады. Он собрал инвесторов, часть денег дал сам, дали его друзья, ложились. Это одна из первых и лучших мне особенно приятно, как любителю истории, говорить о том, как Воронцов любил древности, любил археологию, историю, старые книги. С его подачи было основано общество истории и древности. Сам Воронцов был его почетным председателем. И ежегодно он отпускал из казны грант на деятельность этого общества, на проведение археологических раскопок. Не только в Новороссии, по всей Южной России, многочисленные находки ученых, спонсируемых обществом любителей древности Воронцова, и привели к созданию современных музеев. Благодаря этому нерасхищенные древние экспонаты и в Керчи, и в Одессе. Кстати, Воронцов свое собственное собрание, нумизматическая коллекция, тоже подарил музею. Он приглашает из Петербурга типографских рабочих, инженеров, основывает первую в Одессе типографию, начинает выходить и первая в Одессе газета. Одесский вестник, причем сразу на русском и на французском языках. Все-таки Одесса международный порт, особый город. Конечно, Воронцов, как человек образованный, любил театр. Сначала он тратил на содержание итальянской оперы в Одессе собственные средства. Потом убедил императора, что нужен театр, пользующийся господдержкой, имеющий госзадание. И Николай I разрешил тратить правда не из царской казны, а из местной, из доходов Одессы от таможни и от налогов до 60 тысяч рублей на Одесский театр. Так появился знаменитый, прославленный Одесский оперный театр. Воронцов знал толк и в маркетинге, и в рекламе. Он хотел, чтобы в Новороссию приезжали не только бедные крестьяне. Они шли, земля была поначалу недорогая, много было свободных земельных участков, но он хотел, чтобы приезжали инвесторы, люди с деньгами. А людям с деньгами что нужно? Инфраструктура и красота, которой нет на севере. Поэтому Воронцов специально приглашал из Петербурга из Академии художеств художников. Они писали картины с красивыми видами Крыма, Алубки, Массандры, Ялты, виды Новороссии. Далее эти картины литографскими способами множились, и уже отпечатки подешевле поступали в продажу. Вешалось это на стены в красивых богатых домах, люди смотрели и хотели в таком красивом месте непременно приобрести себе какую-нибудь дачу, имение, землю, виноградник. За 20 лет генерал-губернаторства Уранцова население Новороссии выросло почти вдвое. Что такое выросло вдвое за 20 лет? Вы думаете это мало? Тогда посмотрите насколько снизилось население Новороссии за последние 20 лет. Можете даже за 30 посчитать с 91-го года. Может быть вдвое снизилось реальное население, как говорится, не списочное. В Воронцове она в два раза выросла. Что касается стоимости недвижимости, это хороший критерий востребованности земли и востребованности этой территории с точки зрения перспектив предпринимательства. Развитие сельского хозяйства привело к тому, что если прежде 10 на земле примерно гектар в Новороссии стоило 10 копеек, то после губернаторства Воронцова дефицит на новоросские земли был такой, что она стоила от 10 до 20 рублей. Недвижимость перевожу на современный язык при Воронцове и земля подорожали в 100 раз. Господа, делайте выводы, насколько это было востребовано бизнесом и предпринимателями. В этой связи я все время задаюсь вопросом, у нас современная психология как-то очень разделена. Предприниматель должен заниматься предпринимательством. и все. Ни в коем случае не лезть во власть, ничего не советовать, не подсказывать. Занимайся себе бизнесом, а властью будут заниматься чиновники. А чиновник, вероятно, как-то совершенно оторвавшийся от реальной жизни, никогда, ни в каком виде, ни прямо, ни косвенно, никак к бизнесу не имеет никакого отношения. Идеализированная схема, она не всегда работает. Губернатор, отец территории, ответственный за то, чтобы территория успешно развивалась. Я все время думаю о том, что если в губернаторе полностью отсутствует здравый смысл, предпринимательская жилка, понимание, как, по каким законам работает бизнес, если этого в нем нет, если сам губернатор гол как сокол, ничего не имеет и никогда не имел, кроме жалования, и не способен заработать ни гроша в рынке, как он может развивать территорию? Как он может быть подлинным хозяином? Это, знаете, сложная тема, но мне, честно говоря, нравятся такие генерал-губернаторы, как Воронцов. Вы видите, при нем люди жили богато, и территория развивалась. Хорошо. Я не буду рисовать икону в личном плане? Нет. Он святым не был. Да. При всем наборе абсолютно положительных качествах был человек со своими недостатками. многие считали его лицемером, таким холодным по-английски. Глаза одно, говорит, думает другое, делает третье. Искали в нем такую неискренность. Я тоже, честно говоря, поискал, никакого негатива особо не нашел, но вот нашел два примера, которые как бы характеризуют его мемуаристами с нехорошей стороны. Насколько с нехорошей, посудите сами. Из воспоминаний графа Сологуба едва наместник вошел в комнату Воронцов. К нему с воплями и восклицаниями на смешанном русско-татарском языке бросились в ноги, опережая всех довольно молодой татарин, умоляя его о пощаде. «Угу, что такое, мой любезный? Да успокойтесь, встаньте!» со своей неизменной улыбкой, протягивая ему руку, сказал Воронцов. Татарин приподнялся, продолжая дрожать и задыхаться, объяснил, что его подозревают в шпионстве. Воронцов еще приветливый улыбнулся и сказал, что обещает сейчас же приказать навести справки, чтобы он успокоился, что все объяснится к лучшему для него. Пошло время. «Ваше сиятельство, что прикажете насчет этого татарина?» спросил позже наместник и дежурный адъютант. «А, этот татарин?» вспомнил Воронцов, видимо, наведя справки. «Да, он очень вредный. По докладам шпион. Поступить по обыкновению, повесить его, не переставая улыбаться, сказал Воронцов, из чего граф Сологуб делает вывод. На характере Воронцова его воспитание в Англии оставило следы неизгладимые». Вот он мог какой лицемер. Что я могу сказать по поводу этой истории? Лицемер. В петровские времена татарина, бросившуюся в ноги губернатору, могли просто запороть до смерти, не выслушивая, без всякой любезности, за дерзость. Сейчас бы и не бросится никакой татарин в ноги большому начальнику. Он не пробьется. Так что так, все это Сологуб, я думаю, как раз на Словца преувеличил. А шпион, не шпион, тут надо разбираться. Для этого есть специалисты. Вот другая история. В Кишиневе арестовали некого поручика и в цепях отправили в Одессу. По дороге открылись раны, полученные еще в 1812 году. Началась лихорадка. Узнав это, в Одессе Воронцов приказал снять с него цепи, отвезти ему комнату в его собственном доме генерал-губернатора. Арестанту предложили обед, ужин, выдали новое белье. После ужина и чистой постели в доме губернатора отправили куда положено дальше по этапу. Закон есть закон. И вот там военный суд где-то в Могилеве приговорил поручика не знаю за что к смерти. Поскольку смертной казни не было, то казнь соответственно заменили каторгой и далее отправили в Сибирь. Вот, мол, плохая история про Воронцова пишет мемуарист. Как же так? Дали надежду, покормили, помыли, переодели и все равно под суд. А что прикажете, господа, Воронцов должен был сделать? Как человек, как боевой генерал, сочувствующий офицеру, совершившему, наверное, какое-то преступление, он чем мог, одним днем ему помог. А дальше он что, должен был организовать будущему каторжнику побег, что ли, за границу? Он губернатор. Он отвечает за закон. Таких историй про лицемерие Воронцова немало, но я, честно говоря, не знаю, что в этих историях более свидетельств лицемерия или, наоборот, его доступности, его личного благородства. Тут уж, как говорится, судить вам. Давайте здесь сделаем небольшую паузу, дорогие друзья, потому что я вот смотрю боковым зрением на вот этот замечательнейший предмет, два предмета. Не могу вам не показать. Пусть меня музейщики простят. Вещь подлинная, редкая. Я буду осторожен. Вот это эпалет. Прообраз погона. Эпалеты появились у военных во Франции еще в конце XVIII века. Первоначально звание по ним определить было невозможно, это элемент украшения военной формы, но постепенно они приобрели некую стройность и некую системность. Эпалет, который вы видите перед собой, это эпалет младшего офицера, поручика. Эпалет кавалерийский. Почему кавалерийский? Потому что, смотрите, обратите внимание, он металлический. Тут некое подобие чешуи рыцарской. Позвенит металлом по нему постучать. Такая отсылка к доспехам, в которых воевали кавалеристы. То есть, не матерчатый эпалет, металлический. Смотрим дальше. Помните портрет Лермонтова классический? Поручика кавалерии, как раз, гусара. Лермонтов, младший офицер, поручик, старший лейтенант, выражаясь современным языком. У него эпалет точно такой же, как этот, без бахромы. Без бахромы, потому что младший офицер. Далее, если офицер старше, майор, полковник, у него будет бахрома только из таких тоненьких нитей, золоченых либо серебряных. А у генерала, конечно, будет бахрома толстая, массивная. Чужие погоны мерить на себе нельзя, но я же человек штатский, тем более в цивильном, поэтому вот посмотрите, эпалет этот одену. Видите, это короткий эпалет, не пижонский, а были толстые, длинные эпалеты, сантиметра на 2-3 за плечо выделялись специально, чтобы плечи казались пошире у офицера, потому что дальше от эпалета идет рукав. Так что это эпалет такой, скромный. звездочки на эпалетах, смотрите, точь-в-точь, как современные армии, появились только при Николае I. Наш государь Николай Павлович любил порядок, любил все регламентировать, завел эту систему. Солдат смотрит на эпалет и понимает, как надо обращаться к вашему Благородию, как к Клермонтову, или, может, к вашему Высокоблагородию, как к полковнику Пестелю, или полковнику Трубецкому, ну, а если генерал, то ваше превосходительство. Это все было видно по эпалету, по его бахроме. Соответственно, одна звездочка прапорщик, две звездочки подпоручик, а это поручик, три звезды, старший лейтенант, в общем-то, тоже парень молодой. Михаил Юрьевич Лермонтов. А почему я его взял? Потому что именно в таких эпалетах Лермонтов в составе, современным языком выражаясь, подразделение добровольцев, спецназовцев, воевал на Кавказе. Куда? Вскоре и назначат главнокомандующим и наместником героя нашего сегодняшнего рассказа Михаила Воронцова. В отличие от Новороссии, мудро, осторожно и предприимчиво управлял Воронцов, на Кавказе все шло не так. На Кавказе война. Лучшие генералы, Ермолов, любимец императора Паскевич, ничего не получается. Определенные успехи есть, но медленно. Замирить Кавказ не выходит. Ни по-хорошему, ни по-плохому, никак. Дошли до крайности, и государь решает отправить на Кавказ своего самого лучшего провинциального администратора, пешнейшего из успешных, графа Воронцова. Пожелание одно. Ты навел порядок и благоденствие в Новороссии? Постарайся теперь хоть как-то навести мир, порядок и хоть какую-то видимость благоденствия на Кавказе. Почти 10 лет, с 1844 по 52 год, Воронцов наместник на Кавказе с неограниченными полномочиями. Он докладывает все вопросы императору только лично. Он же главнокомандующий Кавказской армии. Высшее гражданское лицо и высшее военное один. При этом это назначение ему под пенсию. Даже по сегодняшним меркам получить назначение 62 года на Кавказ на войну. Тут тот еще подарок. А тогда-то 62 года многократно раненый боевой офицер. Тяжелая работа. Воронцов и поехав сразу начал с большой войны. Мощного решительного удара. Что получилось? Получилось плохо. Самое страшное за историю Кавказской войны поражение русской армии. Историки, которые не любят Воронцова и вообще не любят имперскую политику России, говорят, ну вот, Воронцов решил с наскока в 1845 году, собрав силы в кулак, захватить одним ударом столицу Шамиля, и из этого ничего не вышло, полная фиаско. На самом деле история гораздо сложнее. Давайте немного о ней расскажу. Воронцов, как вы помните, в молодости на Кавказе воевал, вместе с Котляревским, своим лучшим другом, чудом остался жив. Он помнит, что такое Кавказ. Он даже поехал перед назначением в гости к Ермолову, предпредыдущему наместнику, своему бывшему командиру, долго с ним беседовал, спрашивал его совет. И, в общем-то, Ермолов тоже прекрасно понимал, что пытаться придерживаться стратегии одного решительного такого сталинского удара на Кавказе не получится, там надо воевать по-другому. Однако государь-император хотел от нового наместника быстрой победы. Перечить Николаю Воронцов не стал. Он повел войска в бой. Как оказалось, повел на убой. Речь шла о штурме условной столицы Шамиля Аула Дарго. Почему я говорю условной? Потому что это не город, это в горах, селения. Там находился Шамиль со своими приближенными. Шамиль не стал защищать Аул. Более того, он перед приходом большой армии Воронцова Аул сжег и ушел в лес, в горы. Русские войска в итоге вошли в сожженное селение и оказались как на ладони абсолютно беззащитными. Со всех сторон горы, леса и враждебные, прекрасно вооруженные, обученные и очень злые горцы. Взяв почти без боя этот аул, мы ничего не получили. Воронцов не решил никаких боевых задач, подставил армию под перманентный продолжающийся удар и с трудом унес ноги. В его защиту можно сказать только одно, он не был тем пожилым командиром, который руководил бы этой большой военной операцией откуда-то из Петербурга, с набережной, из главного штаба или даже из столицы Кавказа, Тифлиса, Тбилиси. Нет, Воронцов был вместе со своими войсками и лично себя подвергал такой же смертельной опасности. Мы потеряли почти четыре тысячи человек, в том числе почти двести офицеров, что большая редкость, четырех генералов. Все зазря, Шамиль ушел, потом Шамиль вернулся. Именно этот провал и заставил Николая все-таки согласиться с предложениями Воронцова вернуться к старой тактике, к стратегии постепенного выдавливания имамата и закрепления территории путем медленного продвижения, вырубания лесов, застройки небольших фортов, укреплений. Воронцов старался, действовал кнутом и пряником. Урок он хорошо очень усвоил. Главный русский европеец и главный военный либерал Воронцов повел на Кавказе такую же точно жесткую войну, как вел до этого Ермолов и Паскевич совсем-совсем не европейскими методами. Эта ермоловская тактика прекрасно описана у Льва Николаевича Толстого в Хаджи Мурате и, конечно, вызывает, честно говоря, сочувствие к местным жителям это была жестокая война. Все, кто не подчинялись, аулы сжигались, леса вырубались, мятежники с семьями были вынуждены отселяться, бежать куда-то в горы, в лес. А что это значит? Это означает голод, это означает потерю своей земли, потерю скотины, отар, овец, коней. И вот выбор у тех кавказцев, которые не хотели подчиняться новой власти, был, собственно, невелик. Или умереть от голода, прячаясь где-то в лесах, или смириться и проявить лояльность императору и новой власти. Тут надо отдать должное Воронцову. Может быть, я сгустил краски, как говорится, но сгустил краски не случайно, потому что те горцы, те племена, те союзы кавказские, которые подчинялись и исключительно формально, там налогов-то никаких не было на самом деле, наоборот, империя датировала, империя помогала. Речь шла о моральном подчинении. Вот те, кто морально подчинялись империи, их Воронцов незамедлительно брал под свою защиту, всячески помогал и следил за тем, чтобы этим горцам никто не смел чинить никаких обид. Кстати, сказать, из его личных и очень разумных инициатив, которые продержались, вы не поверите, до 20-х годов 20-го века, то есть до советской власти, появление на Кавказе так называемой системы военно-народного управления. Это не совсем военно-гражданская администрация, в смысле современном, это когда управляют вместе военные и гражданские, максимально используя местных авторитетов, местных вождей, местных старейшин, опираясь на их совет, на их мнение и местные обычаи, с уважением к религии и с уважением к судебной системе. Во-первых, все административные функции передавались с одной стороны представителям военной администрации, которые имели право карать и миловать на свое усмотрение, но осмотрительно, не перегибая палку. А для населения при этом действовал так называемый особый порядок суда. То есть вы можете прийти с вашей жалобой, с обидой на кого-то в новый светский суд, имперский суд, а можете судить по законам шариата, можете судить по традиции и по обычаю. И решение этого суда на 99% новая власть примет. Если вы привыкли, если вам удобно разбираться по этим законам, так между собой разбирайтесь, мы вовсе решение утвердим. Это придуманная Воронцовым, внедренная при нем система, потом распространилась в том числе и в Средней Азии, когда шло расширение империи в Туркестане спустя несколько десятилетий, там тоже был в основу положен тот же принцип использования двойных норм права, как общефедеральных, точнее говоря, общеимперских, так и традиционных, кому как удобно. Кто как привык. Главное, чтобы был мир и порядок. На тех территориях, где не было мятежей и войны, Воронцов уделял максимальное внимание торговле и промышленности, отлаженному в Одессе сценарию. Бизнес, как понимал Воронцов, это всегда мир. Собственник воевать не хочет, ему надо работать и оберегать свою собственность. Собственник всегда опора порядка и власти. Воронцов способствовал развитию на Кавказе и садоводства, и фоноградарства. Тоже закупил за свой счет тонкорунных овец. Занимался ирригацией, орошением полей. По его распоряжению бурлились артезианские колодцы. Было создано в Одессе Кавказское на этот раз общество сельского хозяйства. Обмен технологиями, взаимная помощь сельхозпроизводителя. Воронцов поощрял развитие ремесел, фабрик, были разведаны месторождения угля, начатая его добыча, стали проводиться в разных городах ежегодные торговые ярмарки, строились новые дороги и мосты. В 1845 году открылся порт в Новороссийске, и сегодня это один из самых важных и больших портов нашей страны. Началось регулярное пароходное сообщение между портами Крыма и Кавказа. Как и в Одессе, Воронцов любит культуру, искусство и покровительствует им. При нем учреждается в Тифлисе русский и грузинский театры. Кавказский музей начинает выходить первая газета. В резиденции наместника в Тифлисе он прибегнул к проверенному в Одессе способу строительства общественных зданий на средства частных инвесторов. То есть инвесторы под гарантией будущей аренды за свой счет строили государственные, публичные здания, а казна их потом арендовала. Это было для казны выгодно со всех точек зрения. Во-первых, не нужно было сразу тратить много денег на эти стройки. Во-вторых, все равно проект здания частный инвестор в деталях с тобой согласует и у тебя есть возможность построить то, что тебе нужно, а не то, что нужно инвестору, когда строят эти офисные центры, бандуры, под себя или под сдачу в аренду. А потом государство, например, размещает там министерство и ведомство постоянно вынуждено что-то ломать, ремонтировать, перестраивать, тратя на это большие средства. Воронцов утверждал проект сразу, инвестор за свой счет строил, и потом Воронцов подписывал договор об аренде на 10-12 лет, что позволяло инвестору вернуть свои средства, сохраняя, в общем-то, в собственности это здание и имея возможность потом извлекать из него какую-то прибыль. Ну и самое главное, частный инвестор не ворует на стройке, как мы понимаем. Сам у себя не ворует. И качество лучше, и цена дешевле. Так появились на Кавказе и здания театров, и здания городской полиции, и собственно главное управление за Кавказским краем, публичные библиотеки, типографии, гимназии. Впервые в истории улицы старинного города Тбилиси стали покрываться мостовыми каменными, чего раньше никогда не было. Были разбиты бульвары зеленые. Территория города быстро расширялась, население росло. Впервые при Воронцове появятся особые карты Кавказа. Не географически, а климатически. Ученые будут работать, исследовать климат, флору, фауну, а самое главное, источники целебных вод. Гордость нашего Кавказа, его невероятное преимущество, всероссийская здравница и всесоюзная. Минеральные воды, крязи, все это начало исследоваться при Воронцове, таким образом, постепенно были заложены основы превращения Кавказа в курорт, что мы используем с вами сейчас. Появилось множество учебных заведений, семинарии, уездные училища, школы пансионов. Опять же, как и в Одессе, школы моряков очень много сделал Воронцов для мирного и хозяйственного развития своего наместничества. За что был возведен в княжеское достоинство. И это был уже последние годы жизни не граф Воронцов, а князь Российской империи с правом передачи княжеского титула по наследству детям. Когда ему исполнилось 70, Воронцов все больше и больше болел, он стал слепнуть, сказывались старые раны, он несколько раз отпрашивался на пенсию у императора, отпрашивался уже не из обиды, что его не ценят как молодости. Нет, потому что тяжело было. Ну и на конце концов отпросился, правда, с оставлением в почетной должности члена государственного совета, но получил возможность чуть-чуть отдохнуть, полечиться. Оценки его деятельности, его вот метода Воронцовского кнута и пряника, при этом в пользу пряника и в пользу поддержки местного бизнеса, эти методы критиковались и тогда, и впоследствии, и причем критиковались не потому, что Воронцов был слишком жесткий, как раз нет, критиковались современниками, потому что Воронцов слишком мягкий. Вот что, например, писал Ермолову, преемник Воронцова на посту главнокомандующего и наместника Николая Муравьев, будущий Муравьев Карский. После того, как объехал войска Кубанской линии, побывал в Грозном гарнизоне и в гневе писал Ермолову «Деятельность вашего времени заменилась бездействием, тратящаяся ныне огромная казна сия обратила грозные крепости ваши в мирные города, куда роскошь и удобство жизни привлекли людей сторонних, даже женатых, войско обратилось в горожан». Мораль какая? Опять Воронцов как в Одессе либеральничает. Армия расслаблена, местные живут богато, все довольны. Сейчас, наверное, не знаю, за что тут по что Муравьев ругался, хорошо это или плохо. Вы спросите тех, кто тогда жил. В достатке и спокойно. Так что не сужусь здесь. Я лишь, как знаете, рассказываю вам истории. Из истории о Воронцове, наверное, самая любопытная история его женитьбы и вообще история его отношения с супругой в этой связи с Пушкиным. Не рассказать о ней не могу. Невеста Воронцова, как вы помните, дальняя родственница Потемкина. Воронцов молодой, генерал, познакомился в Париже. Там же состоялась пышная свадьба. Кстати сказать, посаженным отцом на свадьбу был никто, как герцог Веллингтон, тот самый британский главнокомандующий, прославленный, разбивший Наполеона при Ватерлоу. Воронцов и Веллингтон дружили, переписывались. Воронцов говорил на английском, как на родном. Хотя свадьба была по любви, но и так на тот момент очень богатый Воронцов просто удвоил свое состояние. Невеста тоже была очень богата. Откуда же известная ссора Пушкина с Воронцовым и его знаменитая эпиграмма? Дело в том, что коллегии иностранных дел молодой чиновник Александр Пушкин был направлен на службу в распоряжении генерала-губернатора в Одессу. Пушкину, поэту, ему нужна муза. Без этого не может. И вот в качестве музы в своей он незадачливо избрал молодую жену Воронцова. Она с ним кокетничала, он кокетничал с ней, откровенно за ней ухаживал. Но романа-то никакого не было на самом деле. Вот этот роман Пушкина с женой Воронцова это миф, созданный впоследствии пушкинистами. На самом деле все было гораздо прозаичнее. Дело в том, что у жены Воронцова был нас любовник. Фамилия любовника была Раевский. Это был офицер тоже, чиновник по особым поручениям, при генерал-губернаторе, сын прославленного героя 812 года, генерала Раевского, и брат известной жены князя волконского декабриста, Марии Раевской, которая поедет за своим мужем в числе первых в Сибирь. Не случайно вам дают такие отступления, чтобы мы понимали, насколько тонка была прослойка, насколько узок круг был этих людей. Все друг друга знали, все друг другу родственники в каких-то отношениях. Вот князь Волконский, вот Раевский, вот Пушкин, вот брат Раевской, он же сын генерала, который ухаживает за женой Воронцова, вот Воронцов, который не знает об этих ухаживаниях первое время. А в качестве громоотвода его супруга использует Пушкина, и весь ревнивый взор, занятого большими делами на работе. Муж обращается на этого юного шалопая, на эту повесу. И, когда подозрительный взгляд графа окончательно сфокусировался на Пушкине, он решил отправить его куда подальше, в длительную командировку, в объезд всей губернии, изучать вред от саранчи, а также выяснить способы бороться с ней. Ну, не совсем профильное задание для чиновника, коллеги иностранных дел, но что начальство поручило, тем и занимайся. Пушкин обиделся страшно. В одном из частных писем он писал «Воронцов вандал, хам, мелкий эгоист. Он видел во мне коллегского секретаря, это чин Пушкина, а я признаюсь, думаю о себе кое-что другое». Все деятели культуры думают о себе кое-что другое, но тем не менее в командировку поехал. Пушкин в отличие от многих имел основания думать о себе кое-что другое, хоть и в таком юном возрасте. А потом после этой командировки написал некому полковнику подчиненному Воронцова отчет о командировке. Этот отчет вошел в историю. Это была такая песня про зайцев, песня про саранчу, только веселее. Отчет звучал так. Саранча летела, летела и села, сидела, сидела, все съела и снова улетела. Колеческий секретарь Пушкин отчет взбесил полковника. Он явился к Воронцову. И вот тут дальше я вам процитирую письмо Воронцову приятелю. Полковник Икс явился ко мне с докладом крайне возмущенным и показал рапорт Пушкина о своей командировке. Далее полковник метал гром и молнию и начал говорить о дисциплине, о попрании законов и прочее требовал над Пушкиным расправы. Я сказал бы принесите мне закон, который запрещает подавать рапорты в стихах. Кажется, такого нет. Помнится, князь Суворов италийский, граф Рымникский, отправил не то чтобы наместнику, а самой императрице рапорт в стихах. Слава Богу, слава вам, Туртукаи взят, и я там. Ничего. Так что, получается, на самом деле Воронцов заступился за поэта, все равно, конечно, наш гениальный шалопай был неправ. Нельзя так писать начальникам, надо к своим служебным обязанностям относиться серьезнее. Вот отсюда, собственно, и происходит история с обидной эпиграммой Пушкина-Наворонцова, которую проходят во всех учебниках. Полу-лорд, полу-купец, полу-мудрец, полу-невежда, полу-подлец, но есть надежда, что будет полным наконец. Да, написано, как я уже говорил вам в начале нашей встречи, броско, но очень несправедливо. В конце концов, Пушкин допрыгался, и его отправили куда подальше, в Псковскую губернию, в имение родителей, под надзор местного начальства. Вот он там сидел с селем Михайловском, с Ариной Родионовной, Анна Керн по соседству. На самом деле, получается так, что Пушкина просто уволили. Он как бы из штата коллегии выведен не был, зарплату ему платить перестали. Это, конечно, Пушкину было очень обидно, тем более, что нельзя ехать в Петербург, надо запрашивать на это соизволение. В Михайловском скучно, но для всех нас пошло на пользу, потому что от скуки Александр Сергеевич породил огромное количество гениальных произведений. Так что все получилось как нельзя лучше. Что же касается того самого злополучного чиновника по особым поручениям офицера Раевского, настоящего любовника жены Воронцова, это вскрылось, конечно, был скандал. Многие полагали, что даже дочь Воронцова София, это не его дочь, а дочь этого Раевского. Ничего хорошего не вышло. Скандал, эту сплетню обсуждали во всех светских салонах Петербурга. Воронцов выглядел рогоносцем. Сердце красавицы склонно к изменам и переменам. А польские красавицы девушки особенно ненадежные. Граф Воронцов должен был это понимать. У них было шестеро детей, включая эту девочку Соню. К сожалению, четверо умерли во младенчестве. Осталось лишь двое. сын Воронцова был бездетным. На нем род Воронцовых по мужской линии пресекся. Увы, большого счастья в личной жизни Воронцов не испытал. Через несколько лет после почетной отставки уже умрет трагический император Николай I. И в день своей коронации в 1855 году новый император Александр II в знак особого уважения и признания заслуг старика князя Воронцова пожалует его чином генерала фельдмаршала. Практически высшим чином для военного. Помните, как в молодости граф Воронцов после Парижа настойчиво ждал, добивался, можно сказать, что его оценят и наградят чином генерала от кавалерии, полного генерала. Но не дождал, ждал, не дождался. Так получилось, что все свои самые высокие звания и генерала от кавалерии, и фельдмаршала Воронцов получат за мирные труды свои. Не за войну, не за победу, а за мир и обустройство российских провинций Кавказа, Крыма и Новороссии. В Кокспиранске перед самой своей смертью он вознесется на вершину почета и признания. Последние месяцы он тяжело болел, сидел в кресле, почти ничего не видя, смотрел на море. Наверное, вспоминал себя молодым красавцем, баловнем судьбы, таким, как изображен на портрете в галерее героев 812 года в Эрмитаже. Наверное, вспоминал своих друзей многочисленных, ту самую четверку друзей-мушкетеров, из которых никого уже не осталось давно в живых. Вспоминал своего друга Котлеровского, который тоже уже к этому моменту скончается в Феодосии. Воронцов умрет буквально через пару-тройку месяцев после того, как получит известие о том, что он стал генерал-фельдмаршалом. Умрет в Одессе, там его и похоронят. Сейчас прах Воронцова там и находится, в том городе, который он строил и который он так любил. Его честь названа Набережная в Таганроге. До революции она называлась Воронцовская, потом почему-то стала Пушкинской. Памятник Воронцову стоял в Тифлисе. После революции большевики его снесли. Прекрасный памятник Воронцову мне очень нравится. Стоит в Одессе. Говорю, стоит и сердце замирает, потому что вот как раз сегодня в день, когда записывается эта лекция, точнее говоря, поздним вечером, когда записывается эта лекция, в новостях прошло сообщение, что одесские власти наконец-то приняли решение снести памятник основательнице города Екатерине. Я даже не комментирую. Если к моменту, когда эта лекция будет смонтирована и выйдет на экран и телевидение и появятся в интернете одесские власти, примут еще решение снести памятник Воронцову, главному благодетелю Одессы, ну что ж, это будет, наверное, свидетельство уже последней, глубочайшей степени безмозглости этих властей. В русских городах, в Ейске, в Бердянске стоят тоже памятники отцу-основателю, графу Воронцову, но самый главный памятник ему, самый почетный, на колоколе, на памятнике тысячелетия России. Почему самый почетный? Потому что там на разных уровнях изображены властители, военные и государственные деятели. Государственных деятелей всего 26. От Ярослава Мудрого до Николая I, потому что памятник делался при его сыне Александре. Из всех государственных деятелей, 30 лет правления Николая I в этом кругу только один. Граф, точнее, князь Воронцов один. Наверное, это того стоило. Я уже буду завершать, но в заключение поделюсь с вами вот какими соображениями. Я хотел записать две лекции о Воронцове по вашей просьбе, потому что жизнь у него не то, что долгая, а очень богатая на события, делится на две больших части Воронцов военный и Воронцов мирный администратор. Я придумал разные названия. Первая эпоха, когда Воронцов воевал при Александре, я думал назвать граф Воронцов время храбрых, а вторую часть про Воронцова администратора назвать князь Воронцов время, и тут я запутался, время мудрых, или, может быть, время сильных, и, может быть, время энергичных, или предприимчивых. Ну, не подобрать одного слова, потому что Воронцов был именно такой, он был на поле боя храбр, в экономике, разумен и предприимчив, как администратор, мудр и осторожен, при всем при этом он был вежлив, очень доступен, очень внимателен к солдатам. Еще много-много лет после того, как бывший наместник Кавказа уйдет в лучший мир, среди обычных солдат, служащих в Кавказской армии, было популярно такое выражение «до Бога высоко, до царя далеко, а Воронцов умер». То есть, вот умер Воронцов, и некому разбираться с вашими проблемами. Решайте свои вопросы сами. К нему уже за справедливым решением не обратишься. Вот такие были люди, такие были времена. Человек поразительный, прославленный, герой среднеазиатских походов, освободитель Болгарии, герой русско-турецкой войны. Звали его Белый генерал Ак-Паша. Причем звали его так как противники, так и наши. С уважением. А звали его Михаил Дмитриевич Скобелев. Родился он в 1843 году. Был последним из тех, кто демонстративно пренебрегал опасностью. Как Милорадович. За несколько десятилетий до этого Милорадовичу было легко, тогда не такая уж была прицельная точность огнестрельного оружия. Милорадович любил сесть на барабан, столик ему накрывали и позавтракать во время боя, подбадривая таким образом своих офицеров. Где-то там разрываются снаряды, а он завтракает. Милорадович мог повезти солдат в атаку. И за всю свою жизнь ни разу не был ранен. Первое ранение было сразу уже смертельным, нанес ему на 17 площади декабрист Каховский. Скобелев все-таки воевал в эпоху нарезного оружия. Пулеметов еще не было, оружие массового поражения той поры, но нарезные винтовки уже были оптические прицелы такие, кстати, кто не знает, оптические прицелы изобрели в России. Слесарь Нартов еще в 18 веке прицел для пушек. Поскольку пушки били очень неточно, то никакого смысла практического в этом изобретении не было. Потом стали появляться уже во второй половине 19 века огромные оптические прицелы, которые привинчивали к боевому оружию. Ну а массовый оптический прицел это Англобургская война начала 20 века. При Скобелеве уже высокая точность поражения, но все равно он в белом мундире всегда, на белом коне, на передовой он заговоренный, пули его не берут. Сразу забегая вперед, скажу, что не было никакой заговоренной, много раз был ранен, был контужен. А почему белый генерал, об этом я расскажу в самом конце. 1843 год рождения только-только умер Пушкин, понимание времени. Скобелев потомственный военный, третьим как минимум поколением. Предки его удивительные люди. Дед Иван Никитич это по-настоящему великий человек, без преувеличения. Такие люди рождаются редко. Дело в том, что он почти крестьянин. Он говорил, что это фамилии его родителей, я не исключаю, что это его собственная фамилия изначально, была Кобелев. Он откуда-то из Оренбургской глуши. Однодворец. Однодворец это такая промежуточная категория между дворянами и крестьянами. То есть он лично свободен. У него есть один двор, никаких крепостных у него нет, но имеет право иметь крепостных. Но обычно крепостных у них нет, денег нет. Это свободный крестьянин на земле, но не дворянин. И вот этот однодворец всю жизнь выбивался из нищеты, пошел служить в армию и каким-то чудом из крестьян дослужился до генерала от инфантерии. Следующий чин после генерала от инфантерии фельдмаршал. Из рядовых почти крестьян в почти фельдмаршалы за одну жизнь. Таких примеров в нашей истории на пальцах одной руки мы нашли два таких примера. Это Лавр Корнилов, он сын сержанта, казачьего унтер-офицера, не из дворянства, стал генералом от инфантерии. И главнокомандующий штабом русской армии в Первую мировую войну Михаил Алексеев. Он сын майора, выслужившийся из солдат. Ну вот дед Скобелев это еще более поразительная карьера. Наполеоновские воины был какое-то время адъютантом Кутузова. И когда Кутузов скончался, сопровождал его тело до Петербурга. Весь в боевых наградах. Инвалид. У него на одной руке не доставало нескольких пальцев, которые он потерял в бою, а на другой руке кисти. Ему снарядом раздробило кисть, и врачи, опасаясь воспаления, просто выше кисти ему руку отрезали. И вот этот заслуженный генерал из простых получает почетную должность. Кем может работать инвалид в армии, не выходя в отставку? Как вы думаете? Какой-нибудь командовать крепостью, которую желательно никто не атакует, как в Капитанской Дочке. Незадача случилась там, Пукачев появился. Его назначили на почетнейшую работу комендантом Петропавловской крепости, где хоронили всех государей императоров и императриц. В Петропавловской крепости, кстати, родится его внук Миша Скобелев. Он стал довольно известным литератором. Видимо, человек был одаренный со всех точек зрения этот бывший почти крестьянин. Он писал пьесы, он писал рассказы, писал только о жизни армии и простых солдат, то есть о том, в чем он хорошо разбирался. Ну, конечно, ни Лермонтов, ни Гоголь по этому поводу можно иронизировать, но, тем не менее, писал искренне и одну его пьесу даже, по-моему, пару сезонов ставили в Александринском театре, посвященную русским солдатам. Псевдоним у него был «Русский инвалид». Он так свои рассказы и подписывал. Забавная фраза из одного его сочинения по поводу того, чем отличаются разные сословия в России. «На Руси есть мужики, они поют и землю пашут. Есть цыгане, земли у них нет, поэтому только поют и пляшут. А мы, солдатушки, должны и петь, и отечество служить». Его сын, соответственно, отец нашего героя, уже генерал, в чем генерал боевой во время знаменитой русско-турецкой войны, 1877-1878 год, они так и будут служить вместе. Два генерала Скобелевых, отец и сын. Причем какое-то время сын будет начальником штаба в дивизии, которой будет командовать отец. Когда приходил Дипеша генералу Скобелеву, ну все с улыбкой говорили, ну выбирайте. Господа, ваше высокопревосходительство, кому из вас? Отец дослужился до современным языком начальника ФСО. Он был командиром конвоя, начальник всей охраны его императорского величества, собственный конвой и роты дворцовых гренадер. В чем отличие? Роты дворцовых гренадер – это те, кто охраняют Зимний дворец внутри. Стоят около покоев, кабинетов, спрашивают документ на вход. А конвой – это те, кто сопровождают государя императора и членов императорской фамилии во время поезда куда-то. То есть скачут рядом на лошадях. Два вида охраны. Охрана весьма условная. Кто охранял у нас царей и государей исторически? До Петра стрельцы охраняли Кремль, а личная охрана – это были рынды. Рынды – это вот такие в шапках высоких, с топориками, стоят около трона на входе в царские помещения. Личные телохранители государя. Начиная с Петра. Все это дело поехало, Петр никого не боялся. Как мы помним с вами, вот отсылают к своим рассказам о Петре Первом. Там очень смешные были покушения на Петра. Петр у себя в этом летнем домике. Там какие-то совещания, ходят офицеры, карты. Петр там с кем-то дискутирует, куча народу крутится. Потом Петр из кабинета выходит в соседнюю комнату, а за ним кто-то из вот там толпившихся. Поскольку человек рванул слишком резко, обратил на это у него его схватили. А ты куда? Вот я к царю. Зачем? Ну там раз слово за слово у него выпадает вот такой кинжал спрятанный. Сам факт, что в царском домике просто так сейчас находится какой-то человек с кинжалом спрятанным, которого никто не знает и никто не обращает от никого внимания. Поэтому считалось, что должны его охранять динщики. А во время боя у Петра был аж целый один телохранитель, который во время Полтавского сражения рядом с ним все время ходил заряженным мушкетом. И у Елизаветы появляется лейб-компания. Гвардейская рота, которая возвела Елизавету на престол, совершив очередной дворцовый переворот, все еще говорили, что ее возвели на престол ее 100 кумовьев. Потому что у всех этих лейб-гвардейцев Елизавета, будучи просто девушкой приятной наружности, без всяких перспектив, крестила детей, могла выпить с ними рюмочку, поэтому они ее обожали. Тем более, что дочь, единственная дочь, оставшаяся самого Петра Великого, поскольку свойство человеческой психологии простое. Чем дальше от описываемых событий, тем больше мы с вами помним все хорошее и не помним ничего плохого. Мы с вами прекрасно помним и злимся по поводу какого-нибудь производственного конфликта, который сегодня произошел утром на работе. Что-то произошло месяц назад, уже как-то подутихло. Никто не помнит уже, кто на кого обижался в школе. Там все было прекрасно, все было хорошо, если обижались, то это. Поэтому Петр был идеалом, Елизавету все хотели цариться, и потом эта лейб-компания стала ее личными телохранителями. Потом охраняли кавалергарды, собственно, Королевская гвардия, и только Николай I после восстания декабристов вел в охрану роту гренадер и лейб-конвой, потому что уже начал чуть-чуть опасаться, по крайней мере, за своих родных. За себя он, как мы помним, опасался не сильно, потому что когда Николай все время гулял по Петербургу, никакой охраны с ним не было. Последний непуганный император. Скобелев был очень богат. Точнее говоря, он был из очень богатой семьи. Не за счет того, что они получали немыслимые жалования генеральские, нет. Браки со знатью, жены, родственники. Дай мне Бог памяти, дядя Скобелева, опять же, через брак. Просто правая рука Николая I, министра императорского двора, управляющий делами президента, как бы сейчас сказали, но тогда это было гораздо больше. Везде при дворе много родственников. Это богатая семья. Отец Скобелева служит, Миша воспитывается дедом без руки и без пальцев. Дед рассказывает ему маленькому истории про войну над колыбелькой, в детской комнате Скобелева он вешает свою золотую саблю, подаренную ему Александром I за храбрость, по-моему, за Париж. Вот он под этой саблей, нормальные дети спят, что у них там иконка, или игрушки какие-то, чебурашки, а у Скобелева сабля над люлькой висит. Деду он обожает, но дед умер, когда мальчику было 6 лет. Отцу заниматься некогда, тогда вообще родители так не особо детьми занимались, не так, как сейчас. Тут же нанимается ему гувернер-немец, и тут Зигмунд Фрейд должен начать записывать все, что происходило. С немцем у маленького Скобелева страшное отношение. Теперь к немецу его бьет. Тогда это было общепринято, воспитывать розгами, но явно перегибал палку. Он его не слушает. Мальчик страшно резво и непослушный. Он этого немца ненавидит. Но кончилось с тем, что когда Скобелев подрос, ему было 12 лет, он просто этим немцам подрался. Друг друга отмутузили, и папа понял, что что-то не так. Учитель как-то не очень. Немца уволил, почесал затылки, думает, ну, трудный подросток, надо с ним что-то делать. Хотелось бы, конечно, воспитать его военным, чтобы тоже был генералом. Но Скобелев, вы не поверите, он вот на всех этих портретах парадных совершенно на себя не похож. Потому что вот эта мода на русскую бороду либо большие бакенбарды, она очень сильно меняет лицо. Плюс и палеты, расширяющие плечи. Скобелев очень молодой. Вот тут ему лет 35, наверное, он молодой совсем. И так, если его одеть не вот в эти вот плечи расширители все, то это в принципе телосложение Суворова очень сухощавый, худой молодой человек. Отец на него смотрел и говорил, ну, тебя нельзя в армию. Конституция не вышла, никак. Говорит, давай, говорит, пойдешь у меня по гражданской службе. И отправляет его в Париж, в частный пансион, престижный. Скобелев влюбляется в Париж, ему все нравятся, ему страшно нравится француз, директор пансиона, который его постоянно хвалит. В этом мальчике молодом он замечает массу талантов. А Скобелев очень одаренный. Он на французском говорит, как на родном. Я читал, что он знал в жизни 8 языков иностранных. Я думаю, это преувеличение, конечно. Знал их в разной степени. По-латыни читал. Немецкий свободно, французский свободно, английский свободно. Уже во взрослом возрасте, во время среднеазиатских походов он выучит узбекский и будет удивлять местных жителей, общаясь с ними. Замечательно учится, потом возвращается в Россию, влюбленный во Францию, они дом покупают в Париже и решает поступать в Петербургский университет, причем на математический факультет, самое сложное. Поступает, отлично сдает экзамены, через два месяца университет закрывается, потому что студенческие волнения. И от греха подальше решили университет временно закрыть вообще, чтобы студенты охладились. Скобелев два месяца ходит, ничем не занято, и папа ему говорит, ладно, ну, не сложилось, поэтому пойдешь все-таки в армию. Ходатай стоит перед императором. Скобелева, как студента первого курса СПБГУ, как бы сейчас сказали, зачисляют на службу в те самые кавалергарды, которых век не долг. Кавалергарды это элита, там служат члены царской фамилии. Они про себя так скромно говорили, что у нас кавалергардов голубая кровь даже в лошадях. Лошади были у них очень дорогие. Но все равно на войне воевали, помним, Остерлиц, а так как кавалергардов. Себя не щадили. А Скобелев, он же к войне не приспособлен. Те-то готовились с молодости, поэтому он в кавалергардах только учится верховой езде, стрельбе, применению холодного оружия, каким-то основам военной тактики. Два года служит рядовым, потом сдает экзамен на офицерский чин и становится корнетом, то бишь лейтенантом. Первая боевая компания Скобелева это подавление польского восстания. Он отправляется в Польшу, переходит в гусары, становится гусаром Гродненского гусарского полка гвардейского. Это так называемый полк молодой гвардии. У нас, как у Наполеона, была старая гвардия, семеновцы, преображенцы, еще несколько полков и молодая гвардия, более поздняя. У старой гвардии преимущество в чинах по сравнению с армией было плюс два, у молодой гвардии плюс один. И вот Скобелев становится поручиком Гродненского гусарского полка, отлавливает остатки мятежных поляков, берет несколько человек в плен в какой-то переделке, получает за это свой первый боевой орден, так называемый Анна Четвертой степени, это низший военный орден, но обычно присуждался за личное участие в каком-то бою и проявленную храбрость. Его не носили на кителе, а носили, знаете, как Анну Четвертой степени, это был либо на оружии вот такой вот шнурок со специальной, как бы сейчас сказали, печаткой, специальными завитушками Анна на Эфесе, или могли прямо такой эмалевый кружок красненького цвета вмонтировать прямо в дужку холодного оружия. Вот ты идешь, у тебя шашка, и все видят сразу, у тебя Анна Четвертой степени. Орден самый младший, но, ну, с чем его можно сравнить в современной иерархии наград, медаль за боевые заслуги, примерно так. Клюква его называли еще, почему-то он клюкву напоминал, ягодку, но без него нельзя получить более высокие ордена, то есть через него надо пройти. Скобелев этот орден получил, ему было лет 20, дальше я все время буду говорить, какой возраст, потому что у него жизнь очень была короткая и интенсивная. Кстати, гусаром этого же полка Гродненского был Михаил Юрьевич Лермонтов какое-то время. Лермонтов тоже ходил в похожем гусарском ментике. Отличался лихостью, все говорили, лихой кавалерист, то есть научился скакать на лошади. Удалой, спорщик, то он поспорит, что выпрыгнет с третьего этажа, тогда этажи были высокие, не 2,75 потолки, и вот он с третьего этажа, видимо, выпив определенное количество шампанского, прыгает вниз, ноги не переломал, говорил, вот как надо уходить от ревнивых польских мужей из спальни. Кто поспорил, что он переплывет на своей лошади через вислу, в каком-то широком месте с бурным течением, переплыл, казалось бы, что удивительно, удивительно то, что это была зима, и там лед шел, лавировал между льдинами, не замерз, видимо, переплыл, наверное, тоже выпил шампанского. Лихой парень, гусар. Нарядуло со всеми этими рассказами его лихости, я читаю воспоминания о Скобелеве, находил совершенно неожиданные вещи. Товарищи по гусарству стучатся к нему в комнату, Миша, гуляем, открывают дверь, а там везде карты разложены, военные, из каких-то книжек вырваны из журналов. И Скобелев на коленях ползает и циркулем, что-то там рисует, военную историю изучает, тактику. И у него вся комната всегда была завалена какими-то книгами и журналами по военному делу. Необычный парень. Поэтому поступает не абы куда в Академию Генерального Штаба. Николаевская, Императорская, самая престижная, высшее военное учебное заведение. Это не такая академия, как сейчас. Сейчас знаете, какая система военного образования? Военное училище, это как институт. Далее, военная академия, это второе высшее образование, обычно 2-3 года. А потом уже Академия Генерального Штаба, это третье высшее образование, это уже для генерала. То есть после Академии Генерального Штаба ты или уже генералом туда идешь, или становишься генералом после ее окончания. На Юго-Западной находится у нас Ленинский проспект. Академия Генерального Штаба тогда второй уровень военного образования глубже и лучше не учили. И она очень маленькая, там всего-то этих слушателей, ну может там 30-40 человек на потоке, не более того. Тоже противоречивые воспоминания о том, как Скобелев учился в этой Академии Генерального Штаба. То его отчисляют за шалопайство и хулиганство, но не отчислили, то выясняется, что во всех книжных лавках на Невском самый лучший вип-покупатель или вип-клиент это Скобелев. Ибо каждую неделю он заходит во все крупнейшие книжные магазины. Не поступило ли чего из-за границы новинок или военных журналов по теории, или каких-нибудь книг по военной истории. Искупал все подряд. Все скупал, все читал, все изучал. Остается по окончании Академии непосредственно служить в Генеральном Штабе. Тут есть такая тонкость, обратите внимание. Например, наш будущее в советские годы начальник Генерального Штаба маршал Шапочников, он же был царским офицером. Более того, Шапочников был единственным, к кому Сталин обращался по имени-отчеству, а не товарищ Жуков. Он закончил Академию Генерального Штаба. И революции писали Генерального Штаба полковник Шапочников. А Скобелев, закончив Академию Генерального Штаба, был капитаном Генерального Штаба. Не поймали разницу? Генерального Штаба полковник. Это закончивший Академию Генерального Штаба с отличием, но служащий в других частях не в Генеральном Штабе. Но к его званию добавляется подсчет генерального штаба, чтобы было понятно, что он с отличием там учился. А Скобелев, наоборот, капитан генерального штаба. Он прямо служит в генеральном штабе. То есть он штабной офицер. Служить ему в штабе, видимо, не очень нравилось, поэтому он с радостью записался в среднеазиатский поход. Тогда как раз нужны были молодые штабные офицеры. Командующий туркестанским военным округом генерал-эдзютант Кауфман готовил поход на Хиву. В 26 лет прибывает в Ташкент молодой штабной офицер из генштаба Скобелев. Он много раз бывал в Средней Азии и участвовал в самых разных походах. Я тут подробно рассказывать не буду, как интересно, откройте интернет, там все это изложено последовательно. Несколько мазков таких, чтобы вы обратили внимание. Ну, во-первых, что это была за война? Это большая игра. Мы шли в Среднюю Азию, и на встречу там шли англичане из Индии. И мы должны были встретиться. Колоссальная интрига. Где пройдет эта граница между главными державами планеты? Сухопутная между Британской империей и Российской. Те идут из Индии на север, покоряя Афганистан, занимая современный Пакистан. Мы движемся на юг от Южного Урала. То, что называется сейчас Северно-Восточный Казахстан. Часть этого Казахстана уже была давно, уже лет сто с лишним российской территории. Движемся на юг дальше. Там несколько очень отсталых с сохранением рабовладения среднеазиатских монархий. Бухара, Хивы, Кокант, туркменские владения. И вот русская экспансия идет на юг. Мы понимаем, что или мы эти территории займем, или они станут легкой добычей у англичан. Поэтому идет игра на опережение. Не надо думать, что это была очень легкая война. Нет. Статистически нам кажется, что с их стороны каждый раз десятки тысяч, с нашей стороны тысячи, и мы всегда побеждали. Мы побеждали, потому что у нас было кардинальное преимущество в организации армии, воинском искусстве, уровне техники. У нас уже телеграфы, скорострельная артиллерия, нарезное оружие, а у них по старинке. Но они были храбрыми солдатами. Кочевники, храбрости им не откажешь. Плюс очень тяжелые погодные условия. Пустыня, учкудук, три колодца, воды нет, скорпионы, тарантулы. Поэтому очень важно было что? Разведка и рекогнистировка. Куда идти? Как двигаться, чтобы всем не погибнуть в пустыне? Надо как-то просчитывать маршрут от одного колодца к другому, чтобы колодец был не один, а их было много. От оазиса к оазису. Вот этим и занимается Скобелев. Как штабной офицер, он занимается разведкой, прокладыванием маршрутов. Ну и, естественно, принимает участие в разного рода стычках. Уже тогда у него интересное появляется качество такое, суворовское. Он очень близок с младшими офицерами и солдатами. Вот такой, видимо, прирожденный, не доброжелатели скажут, пиарщик, а доброжелатели настоящий офицер, слуга царю, отец, солдатам. Вот они идут пешей колонной по пустыне. Это я реальные воспоминания вам рассказываю. Верблюдов не хватает, все верблюды перегружены. Поэтому офицеры своих лошадей тоже отдают под груз. Лошади идут истюками, с оружием. Офицеры идут рядом с солдатами вместе. Солдаты от изнеможения прямо падают. Скобелев к нему подходит, ну, братишка, давай, нам осталось еще там. К вечеру придем. Давай ружье, давай ранец свой, я поднесу. И капитан из генштаба тащит вместе со своим оружием еще солдатское ружье и солдатский ранец. Ну, естественно, потом рассказывает о Скобелеве с уважением. Был несколько раз ранен, там принимал участие в начисленных стычках. Те небольшие отряды, которыми командует Скобелев, всегда несут самые маленькие потери, потому что они лучше всех технически оснащены. Он очень осторожный, вот мы его представляем такой, шашки на гало, на белом коне, все так. Но он очень осторожный военачальник. В его отрядах всегда больше всего верблюдов, в расчете на солдата. Лучше всего подготовлены вооружения, припасы, вода, консервы. Всегда с ним вместе телеграфисты, световой телеграф. Он на связи с штабом. Он даже прокладывал узкоколейки иногда, инженерные войска, чтобы можно было по железной дороге подвозить припасы к лагерю. Всегда минимальные потери. Солдаты это очень ценили. Другие офицеры, старшие, завидовали. Прославился он, помимо всего того, о чем я рассказывал, известной так называемой рекогницировкой, когда нужно было получить на совсем враждебной территории сведения о расположении противника, его баз, колодцев, оазисов. Никаких не было ни карт, ничего. Армия не знала, куда двигаться. И Скобелев вызвался добровольцем провести такую глубинную разведку. Взял с собой двух казаков, трех туркмен местных. Ну, немного за нас было. Дальше они переоделись в среднеазиатов. Халаты, челма, чем-то они там накрасились. И две недели по тылам противника все изведывали. Это была, конечно, смертельная совершенно история. Смертельно опасная. Потом они вернулись, все живые. И Скобелева спрашивали, вы что, ни разу не напоролись на противника. Ежедневно и по многу раз. Узнали. Во-первых, мы все были грязные. Во-вторых, я вперед туркмен посылал, а сам суропил брови. Суропил брови. Меня лично ни о чем не спрашивали. За эти очень важные разведданные получил Георгий четвертой степени. Это уже серьезный офицерский орден. Вот как он выглядел. Давался всегда за храбрость или успешное выполнение боевых задач. Очень-очень редко за образцовую службу на протяжении 25 или 30 лет. Четыре степени, да, и полных кавалеров. У нас всего четыре человека во всей истории Российской империи. Носился всегда. Нельзя было его снимать. Как у нас звезда Героя Советского Союза. По закону Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации всегда носят свою звезду на всех публичных мероприятиях. Также и Георгий. Непосредственно этот орден был дан одному генералу за победу в годы Первой мировой войны. Его нам в музей передали уже потомки. Высоцкого знаете Владимира? У него была жена Марина Влади. Вот этот генерал – это родной дед Марины Влади. Именно тогда Скобелева стали называть белым генералом. Почему белый генерал? Есть несколько легенд. Ну, потому что он носил белую форму. Всегда. Вот такой вот, видите, как на этой фотографии. Или вот она. Белая офицерская форма. Аутентичная, подлинная. И фуражка такая же той эпохи. Довольно похожа уже на современную. Почему Скобелев носил белую форму и почему всегда был на белом коне? Есть интересная история. Степень ее достоверности подтвердить не могу, но встречается в разных источниках. Когда Скобелев стал уже командовать самостоятельным отрядом во время одного из очередных среднеазиатских походов, он изготовил несколько мишеней разного цвета. Белые, желтоватые, зеленые, ну и так далее. Всех вариантов цвета мундира. И приказал при ярком солнце начать эти мишени обстреливать. Тяжелее всего было попасть в абсолютно белую мишень. Она как-то бликовала на солнце. И он всех своих солдат переодел вот в эту полотняную белую форму. Так как за всю эту кампанию его ни разу не ранили, за этот очередной поход. О нем стали говорить как о заговоренном. Он и сам, будучи человеком невероятно суеверным на самом деле, ну как ни странно, сочетается. У нас нет ни одного парадного портрета Скобелева, хотя Василий Верещагин – это его лучший друг. Есть масса картин, посвященных войне. На некоторых, по-моему, ну как минимум на двух, изображен Скобелев где-то там вдали чуть-чуть, на белом коне. Но парадного портрета нет. Почему? Дурная примета. Напишут парадный портрет – убьют. Поэтому нет, не разрешал. И вот он решил, что белая форма, она ему очень помогает. С той поры не снимал никогда. Я обращаю ваше внимание, что на турецком белый генерал Ак-Паша, на тюркском как-то там похоже, вероятно. Родственные языки. А кого у нас называли белым царем? Государь императора. Белый царь. Поэтому белый генерал звучит очень уважительно. С двойным смыслом. Во время Коканского похода Скобелев уже полковник. Молодой полковник, 32 года. 1775 год. Посмотрите, из чего состоял так называемый отдельный отряд Скобелева. Я еще раз подчеркну, наши отряды были очень небольшие во время среднеазиатских походов. Две пехотных роты, считайте, ну примерно 200-250 человек. Шесть казачьих сотен. Казачья сотня всегда меньше сотни, то есть еще человек 500 от силы. Конно-артиллерийский дивизион и ракетная батарея. Я, честно говоря, когда читал, не мог поверить своим глазам, какая ракетная батарея в 70-е годы 19 века. Нет, были ракетные батареи. Более того, начиная с 1817 года у нас производились военные испытания ракетных войск. Были стрельбы ракетами боевыми под Петербургом. А главным энтузиастом ракетного дела не только начальником, но и даже изобретателем, хорошим инженером. Знаете, кто был? Никогда не поверите. Константин Палыч, наместник Польски, старший брат Николая Первого, который отказался от трона. Детей у него не было. Но детей у него не было только официальных. Такие-то были. И даже от разных девушек. Он очень их любил, о них заботливый отец. От одной французской актрисы у него был сын Костя. Соответственно, Константин Константинович. Получил военное образование и увлекся ракетным делом. И Константин Константинович был директором Петербургского ракетного завода. Потом построил в Николаеве. Сам придумал, спроектировал и построил Николаевский ракетный завод. Они были не очень точными, ракеты. Но это все работало. В полку Скобелева, в неполном, был отдельный ракетный дивизион. Потом, к сожалению, очень рано умер Константин Константинович. Не знаю, от чего. Это дело как-то ракетное заглохло. Можно сказать, что он опережал свое время. Но опыт пригодился. Потому что ракетный станок залпового удара Константина Константинова. У него была фамилия, естественно, не Романов, а Константинов. Ракетный станок залпового удара, спроектированный инженером Константином Константиновым. Ну, конечно, с серьезными доработками. Но идея 100% это. Это что? Катюша. Это Катюша. Еще интересное можно рассказать о туркестанских походах. Тогда появилось особое выражение по отношению к офицерам, которые служили в Туркестане. Их ведь не так много было. Участвовали в этих походах боевых. Их называли туркестанцами. Считалось, что туркестанец – это такой офицер особый. Он весь закаленный южным солнцем. Он очень опытный. Он боевой. Он надменный немножко, потому что воевать в Туркестане, в пустыне – это не то, что воевать где-то там в приличном месте в Европе. Он выглядит по-другому. Он вот примерно во всем каком-то белом, весь обветренный. И туркестанцы из-за понебрата всегда с младшими офицерами и солдатами. У них такое боевое братство. У туркестанцев было не принято обращаться к офицеру «Ваше благородие» или «Ваше высокоблагородие». Обращались – «Михаил Дмитриевич, разрешите доложить. Докладывайте поручику». Даже солдат рядовой мог обратиться к офицеру по имени-отчеству. Никого наказания за это не было. Это в порядке вещей. Боевое братство. Афганцы, как у нас. Особая каста, помните, советских офицеров, тех, которые прошли Афганистан. После взятия Коканда и ликвидации Коканского ханства, это была очередная военная кампания. Кокан сначала признал протектората России, потом там возник мятеж. Коканский хан сбежал от собственных подданных и собственного сына, поднявшего восстание. Ну, англичане там подзуживали, естественно, денег давали. Сбежал в Ташкент к нам, попросил помощи. Нашу помощь оказали. Мятежников разогнали. Скобелев был там во главе нескольких наших отрядов. Потом мы решили это ханство ликвидировать и образовали Ферганскую область в составе туркестанского генерал-губернаторства. Скобелева назначили губернатором. Он был губернатором Ферганы. Проявил, кстати, вполне приличные административные таланты. Ни с кем не ругался. Никаких волнений при Скобеле в Фергане не было. Все ему завидовали. Был распорядительно разумный человек. Ни одно хорошее дело не бывает безнаказанным. Поэтому после 139-го доноса о том, что Скобелев занимается произволом, чинит самосуд и прикарманивает казенные деньги, ничего не доказали. Ни одно расследование ничего не показало. Я вообще не думаю, что тема прикарманить казенные деньги может как-то относиться к Скобелеву. Он столько всего платил за свой счет всегда. Его отозвали в Петербург. Он, естественно, был страшно обижен. И тут началась русско-турецкая война. 1977-1978 год. Освобождение Балкан. С чего началась война? С восстания болгар. Поставали разные территории. Наиболее известно болгарское восстание. Кто прав, кто виноват. Есть диаметральные точки зрения. Официальная историография говорит о том, что турки, негодяи, притесняли православных, душили-душили, поднимали налоги, не разрешали открывать православные храмы. Есть турецкая точка зрения. Турки ввели себя максимально веротерпимо. Да, налоги повышали, но налоги во всем мире повышаются. Можно было перейти в ислам и вообще освободиться от налогов. Никто не мешал. Но вот эти упрямые болгары, сербы и прочие, главным образом болгары, и переходить не хотели, и налогов платить не хотели. А потом подняли мятеж. И вырезали трех тысяч турок. Там же в перемешку они жили в Болгарии. Поэтому подавление болгарского восстания было с акцией справедливого возмездия. Ранец только в том, что болгары, как считается, вырезали три тысячи турок, а турки потом вырезали несколько десятков тысяч болгар, причем с максимальным азиатским зверством. Мстили как положено. Но тут включилась европейская пресса и пропаганда. Христиан уничтожают. Журналисты, фотографии уже в газетах, вся эта расчлененка. Наше общество, естественно, братушки. Как же так? Защитим. Собираются пожертвования. Разрешается нашим офицерам увольняться из армии, либо брать временное увольнение и добровольцами поступать в повстанческие части. И многие сотни офицеров наших так и поступают, укрепляя костяк местной повстанческой армии. Но все равно этого мало. Этого мало. Все равно турки давят, окружают. И понимая, что все это освободительное движение балканских народов вот-вот будет раздавлено окончательно, Россия под давлением общественного мнения, а у нас действительно колоссальный подъем, защитим Донбасс. Надо братьев славян спасти от этих извергов. Вступает в войну в защиту восставших братьев славян православных. Война начинается бодро. Мы переходим в Дунай, первые победы, а потом все останавливается. Потому что, как всегда, они рассчитали. Рассчитывали на скоротечную военную операцию. Снабжение плохое. Всего не хватает. Перевооружение армии не завершено. Милютинские реформы военные абсолютно правильные, нужные, справедливые. И все он делал разумно. Но они не закончились. Армия уже не рекрутская, профессиональная, но еще не совсем отлажена система вот этой всеобщей воинской повинности и обучения вновь призванных, мобилизованных солдат. На перепутье. Поэтому наступление наше останавливается. Мы топчемся долгое время у сильной турецкой крепости Плевна. При этом командует нашими войсками в принципе профессиональный офицер, с хорошим образованием, всю жизнь воевавший, даже воевавший под Севастополем немного. Родной брат императора Александра Второго Николая Николаевича, он главнокомандующий. Ну, там даже разные точки зрения есть. Опять же, я все время боюсь сдавать окончательное осуждение. Есть точка зрения, что Николай Николаевичу страшно мешал Александр с министром Милютиным. Вот он все делал правильно и просил только ради Бога, брат мой дорогой Саша, не приезжай в армию. Я сам разберусь. Я все сделаю сам. Не приезжай. Но все равно Александр Второй переживал, что наступление не идет, что плевну взять не могут. Все равно он приехал в армию вместе с двором, с кучей советников и с Милютиным. И под ногами у Николая Николаевича мешался. Николай Николаевич психовал, на закрытых совещаниях кричал и говорил, я вообще из армии уволюсь, боюйте тут сами без меня. Чем дело и закончилось. В итоге уволился и уехал в Крым. Хлопнул дверью. А вот если бы ему петербургское начальство не мешало во главе с царем, старшим братом, то все было бы нормально. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения, что он был абсолютнейшей бездарностью. Что это был офицер уровня командира полка. Вот до полка все нормально, а дальше не надо. Но поскольку он великий князь, кто же остановит его карьерный рост? Поэтому он растянул коммуникации. Поэтому он всю нашу огромную армию на турецком фронте размазал ровным слоем. И поэтому просто не хватало сил, не было сконцентрированной силы для нанесения основных ударов. Поэтому и не могли взять плевну. Я вас отсылаю к хорошему фильму «Турецкий гамбит». Посмотрите. Во время очередного штурма плевны только одна воинская часть достигает успеха. И берет не только те позиции, которые ей предписаны, но занимает и все соседние позиции. И практически стоит на пороге города. Еще один рывок, и крепость плевна падет с огромным гарнизоном. И они держат эти позиции. И умоляют штаб, пришлите нам подкрепление. Ну хотя бы два батальона, ну хотя бы еще полк. Мы возьмем город. Не присылают то ли потому, что подкрепления нет, на остальных участках идут позиционные бои, то ли потому, что командиры отряда, добровольцем приехавши на войну, у него не было никакой воинской части, которую он мог командовать. Поэтому сначала он был генералом при штабе, а потом его назначили начальником штаба одной из дивизий. Командующий этим отдельным отрядом, таким успешным, он так всем надоел. Такой выскочка. Вот он такой подчеркнутый храбрец выпендривается все время. У него так все получается. Везунчик. Какой-то слишком инициативный. В каждой бочке затычка. Ну такой умный. Ну давай сам возьми плевну. Без поддержки, без резерва. Мы посмотрим, понаблюдаем с командного пункта, как у тебя получится. Как вы понимаете, командиром этого отряда единственный успешный был Михаил Скобелев. Он в итоге оставит позиции. Будет страшно ругаться. Александр Второй лично будет разбираться в этом конфликте, примет решение, что Скобелев был прав, что надо было послать поддержку, но того, что сделано, не воротить, а того, что не сделано, тем более не воротить. И когда все-таки плевна падет спустя некоторое время, именно Скобелева, как самого инициативного генерала, Александр Второй назначит первым комендантом плевны. Будет повышение в чине, потом он станет генерал-лейтенантом, потом будет несколько громких побед, потом переход через Балканы, зимние через Шибкинские перевалы знамениты. Скобелев уже командует дивизией к этому моменту. Много дивизий переходило через Балканы и вели зимнюю кампанию. Скобелева самые низкие потери, потому что Скобелев лучше всех готовится к кампании. У него все одеты в зимнюю одежду. У каждого солдата овчинные полушубки, какие-то там теплые халатики, поддевки. Поскольку все снабжение армии полуразвалено, бедный милютин мечется, пытается навести порядок военный министр, ничего не получается. Старая система сломалась, а новая еще не работает до конца. Он обращается к частным поставщикам. Знаем эту историю, когда частные поставщики начинают снабжать армию. Все втридорогое, и всего не хватает, и все плохое. Поэтому Скобелев занимается обеспечением своей дивизии сам. Человек не бедный, он закупает специальную зимнюю одежду, он закупает специальную обувь, он закупает сам фураж. Опять же, частично из государственных денег, положенных ему армейски, а все, что не хватает, своими добивает. Он первый обращает внимание, что вот эти армейские ранцы, еще со времен Бородина, которые за плечом, кожаные, красивые, как школьные такие, только большие, в которых все свое имущество носят солдаты. Что эти ранцы страшно неудобны. Сколько десятилетий прошло, никто на это не обращает внимания. Наверное, Скобелев брал у солдат поносить, наверное, помогает. Поэтому ему первому пришло это в голову, что с ним и идти-то неудобно, он тяжелый, а в бою-то вообще не развернешься, он мешает бежать с ним куда-то. Поэтому Скобелев трансов отказывается своей дивизией, закупает где-то толстый грубый холст с мягкой подложкой и шьет из него холстовые полотненные мешки. То есть вещь-мешки, с которыми наша армия, потом еще и всю Вторую мировую войну воевала. После турецкой войны придуманный Скобелевым вещь-мешок, полюбившийся солдату, мягкий, который не бьет, не скребет. Потом десятки лет он будет служить в нашей армии, вся армия на него перейдет. В эти вещь-мешки, обернутые тоже в материю, Скобелев распоряжается каждому солдату взять сухое полено, обернуть его, чтобы было мягко, и тащить с собой наверх. Все думали, что на фоне интендантского, как называлось тогда, угара, генерал превратился в интенданта, так все офицеры над ним посмеивались, штабные. Хорошо, что тогда не было Буратино, сказки. Иначе бы шутки приобрели особую остроту. Но потом, когда солдаты наверху зимой, других частей были обморожены, все через одного, то солдаты Скобелева по очереди, это бревно, нашинкуют, и у костра греются, и ни одного обмороженного в дивизии. А потом Скобелев всем еще покупал гусиный жир. И да каждый солдат нес с собой банку гусиного жира. И ноги все под портянками были намазаны гусиным жиром всегда. Только у него ни одного обморожения. Самые низкие небоевые потери, естественно, солдаты его за это боготворят. Потом победы, потом, как я сказал, шибко, потом Скобелев назначается командующим авангарда нашей армии, занимает Адрианополь, это вторая столица Османской империи, и приближается к Константинополю. Так выглядит парадная форма. Но в ней тоже шли в бой лейб-гвардии гусарского полка, то есть это гвардейские гусары, элитный полк, Денис Давыдов, Лермонтов, он в разных полках служил, Чаадаев и многие-многие другие были гусарами-гвардейцами, лейб-гвардии гусарского полка. Он воевал тогда на Балканах вместе со Скобелевым. Лейб-гвардии гусары были вооружены такими саблями легкокавалерийскими. Именно это было, ну, с вероятностью, я думаю, 50 процентов. Или была, или не была. Вполне могла быть у лейб-гусар того времени. Потому что это боевая подлинная сабля того времени. Я вам боюсь давать холодное оружие. Вы сейчас начнете опасно им крутить. Кому интересно, потом посмотрите. Анну монтировали вот сюда. Вместо вот этой, может быть, вынимали. Вот здесь был значок. Анна четвертой степени. Авангард Скобелева подходит к Константинополю и занимает предместие Сан-Стефана. Это сейчас пригород. Ну, примерно так, если взять наши московские мерки, это Ясенева. То есть до Святой Софии, до мечети, километров 15. Ее видно невооруженным взглядом. Ты даже не на МКАДе, ты уже перешел МКАД. Уже фактически в городе. Последний рывок. А у Скобелева нет приказа заходить в город. Он шлет депеши постоянные главнокомандующему. И, как вспоминал потом другой товарищ Скобелева, Немирович Данченко, это брат нашего театрального деятеля, Немировича Данченко, старший брат. Он был военным корреспондентом, военкором. При нашей армии человек талантливый, талантливый писатель, профессиональный военный. Он сдружился со Скобелевым, и вот он потом вспоминал, что Скобелев ходил как кот вокруг Константинополя. То одной лапкой царапнет его, то есть он пошлет небольшой отряд, и они займут укрепление уже внутри города. Но поскольку нет команды продолжать, более того, приказ в город не входить, он эту лапку уберет, отведет назад. Потом в другом месте, в верстах в пяти, тоже займет какое-нибудь предместе, подождет. Всем своим видом показывает, что взять Константинополь, это вот сейчас, город у его но. Опять отведет. Он писал донесение Николая Николаевича и говорил, давайте я без вашего спроса займу город, вопреки вашему приказу, а на следующий день вы меня арестуете и расстреляете. Но только при одном условии, чтобы город мы потом никому не отдавали. Нет, он не получил разрешения, в Петербурге долго думали на эту тему. Англия объявила, ну по сути ультиматум, направила несколько дипломатических нот. Ну, речь шла о новой Крымской войне, с угрозой войны против России. У Англии рядом с Константинополем огромный флот, что она ведет этот флот и выбьет русские войска с проливов. Ну и в общем не решились. Условия Сан-Стефанского мира, он так и назывался Сан-Стефанский, по названию вот этого пригорода, были для России достаточно выгодными и казались весьма почетными. Но потом будет Берлинский конгресс, потом наш, казалось бы, союзник и доброжелатель, канцлер Бисмарк, неожиданно резко поменяет свою позицию по отношению к России и будет давить на нашу делегацию, чтобы мы отказались от выгодных условий Сан-Стефанского мира. Общество российское было колоссально разочаровано. Представьте себе, долгожданная война, реванш за Крымскую войну. Тяжело складывалось поначалу, но потом Скобелев, победа за победой, триумф. И вот мы, по сути, вошли в Константинополь и остановились, и стоим. Ничего не напоминает. И ждем чего-то. А потом ушли. А потом европейцы стали ухудчать, ухудчать, ухудчать условия. Ну не все, но многое из того, чего мы добились. Мы получили довольно большие территории по итогам этой войны. Мы вернули себе все, что потеряли в Крымскую, Устье Дуная. Помните, мы Батум получили от все побережья Черного моря. Мы получили Карс. Мы брали штурмом тогда в Крымскую войну. Сейчас он отошел к нам. Мы получили Эрзрум, Баязета, крепость, Пикуля. Это вся нынешняя турецкая территория стала российской. По сути, вся турецкая Армения стала российской. Это была большая победа. Но мы не присоединили к себе освобожденные славянские земли. Два года держали мы войска в Болгарии и ушли. Все, кого мы освободили, мы их всех отпустили. Типа, сами дальше руководить. Мы даже военных бас не оставили. Была огромная политическая ошибка. Тут же показались европейские эмиссары, тут же стали они менять потихоньку правительство, тут же все те, кто был хоть чуть-чуть обязан России, оказались не у дел. Пришли новые национальные вожди. И результат какой? За кого воевала освобожденная с Кобелевым Болгария в Первую мировую, а во Вторую, о Румынии, о Хорватии, ну и так далее. В этом, конечно, можно искать какую-то особую неблагодарность восточных славян, и нынешние ура-патриоты любят процитировать дневники Достоевского, написанные, кстати, в самом начале турецкой войны, в 77-м году, еще когда ничего было непонятно. Федор Михайлович, он же психолог великий, и он чувствовал эту историю. Поэтому я прочитаю отрывок из его дневников, то, что любят вспоминать сегодня. Только-только началась война за освобождение славян. Только-только началась. И Федор Михайлович Достоевский записывает, кавычки открываются, я буду чуть-чуть сокращать там длинные фразы. Хочу сказать одно совсем особое слово о славянах, которое мне давно хотелось сказать. Не будет у России, никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников, как все эти славянские племена. Чуть только Россия их освободит. Начнут же они по освобождению свою новую жизнь, повторю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство. Начнут они непременно с того, что убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшей благодарностью. Напротив, что от властолюбия России они едва спаслись. Особенно приятно будет для освобожденных славян трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к высшей европейской культуре, тогда как Россия страна варварская и даже нечистой славянской крови. После триумфа военного на Балканах, купаясь в лучах славы и в то же время очень злой на всех скобелях, что Константинополь ему взять не разрешили, неожиданно назначается командующим новым большим среднеазиатским туркестанским походом. На этот раз перед ним ставится задача неслабая, посмотрите на географическую карту даже сегодня, с небольшим отрядом, несколько тысяч человек, по сути, с одной дивизии, занять всю территорию современной Туркмении. Надо соединить азиатские владения Российской империи с Кавказскими владениями, чтобы все Каспийское море, из-за исключения маленького кусочка южного побережья, было нашим, чтобы никакие англичане на Каспии мимо нас ничем не торговали, чтобы мы все контролировали. Почему эта задача ставится такой срочной? Потому что или мы займем это побережье, или там окажутся через считанные месяцы англичане. Скобелев формирует свою спецдивизию, такая идеальная маленькая армия. Он строит железную дорогу для снабжения. Помните, как англичане в Крыму? Он берет с собой самую лучшую, самую современную артиллерию, телеграф, целое войско, огромную армию верблюдов понимает, что нужно в пустыне. Обеспечивает самое лучшее снабжение. И даже у него были с собой аэростаты. Представляете, какое впечатление она туркменских всадников производила. В кратчайший срок завоевывает эту территорию, когда подошел к стенам самой укрепленной, самой мощной местной Халкетинской крепости ГИОКТП. Крепость считается неприступной, в ней гарнизон по разным оценкам где-то около 25 тысяч плюс воинов, у Скобелева 7 тысяч минус, вся его армия, берет ее штурмом за один день. Феноменальный успех. Герой, одни туркмены называли его генералом с кровавыми глазами. Настолько он был беспощаден в бою. Бесстрашен и беспощаден. Они его боялись страшно, заговоренные. Пули не берут, пики не берут, все время он на передовой, с ним еще нельзя поделать. Это шайтан, шайтан с кровавыми глазами. Но после того, как битва заканчивается, крепость взята, наши входят в город, великодушны победители. Всех в городе кормят, и военных, и гражданских. Ни одной казни пленных кормят, врачи их лечат, туркмены поражены. Он получает за покорение Туркмении Георгия уже второй степени и воинский чин генерала от инфантерии, так же, как его дед. Следующий фельдмаршал. Считается, что это был самый молодой генерал от инфантерии в истории русской армии. Последние годы жизни с Кобелевым очень необычные. Происходят какие-то странные вещи после покорения Средней Азии. После всей этой балканской славы. Популярен он неимоверно. Тогда не было таких медиаперсон, а он был. Он не мог идти по улице, чтобы все к нему не бросались. Невероятная популярность. В армии популярен неимоверно. У солдат бог. Отсюда все ревнуют. У него умирает отец неожиданно, совершенно не в старом возрасте, ни с того, ни с сего. У него гибнет мать. У него с матерью очень близкие были отношения. Причем довольно странная история. Кобелев в Туркмении, в Болгарии планируется выборы монарха и мать, которая там курирует Красный Крест болгарский, едет в Болгарию с крошечным отрядом в несколько человек и везет с собой один миллион рублей наличных денег. Я даже не знаю, с чем это сравнить сегодня. 50 миллионов долларов, предположим. Где-то так. На нее она совершает нападение банда Болгарии, который руководит бывший ординарец Скобелева, поручик Черногорец. Этот поручик был уволен Скобелевым когда-то за кражу бриллиантов с его саблей за храбрость. Он выковырил бриллианты у него из Эфеса. Ну, по идее, можно было на каторгу отправить, но Скобелев как-то его великодушно простил, тот, наверное, покаялся. С ординарцев он его уволил, он отпустил его в действующую армию. Армию этот черногорский поручик бросил, возглавил банду, напал на мать Скобелева с деньгами и мать убил. Потом за ним гнались, поймали, окружили, он застрелился, денег при нем нашли 46 тысяч рублей, где остальные неизвестно. Стали выяснять, выяснили, что в этот момент у матери действительно с собой были только 46 тысяч, остальные где-то были еще, а где не нашли. Исчезли. Знал ли этот поручик, что у нее нет с собой миллиона или не знал, ничего не понятно. Скобелев не мог даже приехать на похороны, потому что он был в Средней Азии, пока новость туда-сюда, никуда бы он, конечно, не успел, страшно горевал. А тут еще убийство Александра Второго, который, как мы помним, хорошо относился к Скобелеву, несмотря на все эти доносы бесконечные. Скобелева ведь считали, что он там ведет себя как прапорщик, бессмысленная храбрость, позерство, карьерист невероятного. Очень много было у него ненавистников, просто терпеть его не могли. Тут еще Александр Второй погибает, Скобелев после Средней Азии возвращается в Петербург. Какое-то время он командует корпусом, едет на очень интересные маневры наблюдателям, огромное учение германской армии и пишет подробнейший, многостраничный, на больше сотни страниц. Отчет детальный, очень профессиональный о особенностях устройства, тактики и вооружения современной германской армии. Он делает вывод, что это самая совершенная и самая опасная на тот момент армия в мире. Никто на это не обращает внимания, никому его отчет не интересен. В начале 82-го года, последний год его жизни, обращаю внимание, в январе в Москве на обеде встречается группа товарищей боевых, как бы сейчас сказали, туркестанцев, героев среднеазиатских походов, которые отмечают годовщину взятия той самой крепости Геоктепе. И там были какие-то, видимо, люди и публичные, может быть, были журналисты, не знаю. Вот на этом офицерском обеде Скобелев вдруг произносит пламенную политическую речь. Ну, тост поднимает и говорит, у нас все очень плохо в стране, у нас неправильная внешняя политика, мы дружим с германцем, а он крайне опасен, я знаю, насколько опасна германская армия, это исконные враги славян, у них Дранг Нах Остен, он тогда говорит, это их идея со времен Барбаросы, они хотят занять наши земли, а в этот момент действует Союз Трех Императоров, нашего, австрийского и германского. Мы политические и военные союзники. Это ошибка, надо все перестраивать, надо менять, и ошибка это не случайно, потому что руководство нашей страны, ну, кроме государя-императора, дай бог ему здоровья, все пропитано немецкими агентами, агентами влияния. Речь про его сводит эффект разорвавшейся бомбы, о ней докладывают Александру Третьему, дальше опять непонятно, потому что вроде бы Скобелев встречается с Александром Третьим, тот его вызывает к себе, при этом Александр Третий вроде бы Скобелева недолюбливал. Там была еще история с его сестрой, сестра Скобелева была любовницей, младшая, одного из великих князей, так сказать, разрушала семью, Александр Третий, Зина звали сестру, Александр Третий как-то он примерно семьянин, образцовый, он терпеть это не мог, вот эта развратная сестра у этого генерала Шебутнова, вот такая история. Но вроде бы он выходит после аудиенции Александра Третьего в очень приподнятом настроении, все-таки идеологически они очень похожи. Скобелев славянофил, сторонник идеи славянского братства, сторонник того, что все славянские народы должны быть в орбите управления Российской империей, что их не надо отпускать, они должны быть вместе с нами и под нами. Он вообще был сторонником общеславянского союза, что под эгидой российского государя-императора должна быть свободная федерация славянских народов. Он не имел в виду украинцев и белорусов, куда не могло прийти даже воспаленную голову ни одному революционеру тогда. Он имел в виду вот эти восточнославянские народы чехов, словаков, славянцев, сербов, хорватов, болгар. Вот эти все славянские православные народы должны составлять единую федерацию с Россией, как говорил Скобелев, объединенная только общей армией и общей монетой, а все остальное свобода. Ну, как вы понимаете, это с общей армией и с общей монетой это по сути одно государство Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Славян. Вот это была политическая программа Скобелева. Так вот, он вышел вроде бы от Александра Третьего в хорошем настроении и сразу уехал в Париж. Своим он сказал, что он поехал в Париж в отпуск после шумного офицерского обеда. А недоброжелательные, конечно, сказали его Александр. В ссылку отправил, выслал из страны, выслал в Париж, в собственный дом. Приехал в Париж, дальше вы можете прочитать везде в интернете. Скобелев произносит якобы в Сарбоне речь перед славянскими, главным образом сербскими студентами Сарбоне. И повторяет все то же самое, что он говорил на офицерском обеде. Немецкие агенты захватили все учреждения в Петербурге. Щупальца немецкой разведки и агентуры проникли в высшие эшелоны власти. Германия есть исконный враг России. Нам нужен союз с Францией. У нас в Франции делить нечего, общих границ нет. Масса экономических общих интересов. Поэтому надо перестраивать нашу внешнюю политику и разбираться с германской агентурой. Все это очень путано, какие-то полунамеки, какая германская агентура, откуда она взялась. Все непонятно. Эта речь появляется на следующий день в крупнейших французских газетах. Я поковырялся внимательнее, даже вот такую книжку почитал 1913 года Скобелев о немцах. Здесь много воспоминаний, назначившись к этому этапу. Тут отрицается, говорится, он не произносил никакую речь ни в какой Сорбоне. Эти студенты пришли к нему домой попить чаю, он с ними об этом поговорил, а они потом вышли и все это журналистам рассказали. И даже Скобелев хотел это потом отрицать, но его французские друзья, у него было много друзей, в том числе влиятельных политиков, они ему сказали, нет, нет, ни в коем случае, вы, генерал, все правильно сказали, нам нужен союз с Францией, нужен союз с Россией. Франция к этому моменту проиграла франкопольскую войну, потеряла из-за Слатаринки и никогда бы ее не могли вернуть без российской помощи. Поэтому мы, Франция, очень нужны, она нам не очень нужна, а мы и очень нужны. Они уговорили Скобелева не дезавуировать эту публикацию, оставить как есть. Публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы, французский МИД направил ноту в Берлин, что не имеет к этому никакого отношения, что это частное высказывание этого туриста Скобелева. Российское правительство сделало официальное заявление, что Скобелев выступал как частное лицо, и оно его абсолютно не поддерживает, это противоречит государственной императорской политике. В посольство приходит телеграмма, Скобелева отзывают в Петербург. Он возвращается в Петербург, дальше опять какие-то встречи, и в конце концов он в Минске, где он командует корпусом. Это все происходит в февраль, март, весна 82-го года. Дальше мы подходим к самому интересному, политическим его соображениям. Я рисую себе в будущем вольный союз славянских племен. Полнейшая автономия у каждого, одно только общее, армия, монета и таможня. Мой символ, то есть моя политическая программа, просты. Любовь к отечеству, свобода, наука и славянство. В июне 82-го года Скобелев выезжает из Минска, где стоит штаб его корпуса и направляется в Москву. У него личная жизнь несчастливая. Он женился на Фрейлине и спустя несколько лет развелся с ней. Тогда это было невероятно тяжело, развелся. Ну, то есть вот вообще ничего не складывалось. Дальше какие-то случайные-случайные связи при всей его мегапопулярности и большая любовь к Минске. Вот минские краеведы раскопали, что у него был долгий непонятно, насколько платонический роман с обычной учительницей Минской гимназии. Скобелев делал ей предложение руки и сердца, она отказалась. Очень разозленный Скобелев от этого отказа уезжает в Москву. Приезжает раздосадованно в Москву, идет на банкет, после банкета трагически гибнет. Ему 38 лет. Что интересно? Первое. Незадолго до смерти Скобелев начинает продавать принадлежащие ему ценные бумаги и недвижимость и набирает в наличности миллион золотых рублей. Что он собирался делать с этими деньгами, неизвестно никому. Более того, Скобелев поручает все свои финансовые дела доверенному человеку, своему крестному. Этот крестный имитирует умопомешательство и не может вспомнить, куда он делал деньги. Вспоминали, Скобелев заходит к нему в комнату, а его приказчик залезает под стол, начинает оттуда гавкать. Потом еще некоторое время, уже после смерти Скобелева, он продолжал, даже под диван залезал, гавкал, мяукал. Через несколько недель умопомешательство прошло. Вспомнил, где деньги, нашлись, все раздал наследникам Скобелева. Странная история, Скобелев отвозит какие-то бумаги, неизвестно какие, всем говорит, что он очень важные бумаги отвез в свое рязанское имение. Это его любимое имение, семейное, но сейчас существует, там музей небольшой. Потом, когда стали его бумаги разбирать, ничего не нашли. Чего он отвозил в рязанское имение, зачем, какие бумаги, ничего не нашли. Приезжает в Москву, встречается со своим близким другом Дмитрием Оболенским. Тот потом вспоминал, что никогда таким Скобелева не видел. Он весь вечер молчал, ходил по комнате из угла в угол, дико напился и говорил, мне осталось жить года два. Года два, больше я не проживу. Прожил он еще после этого два дня. Он идет с друзьями на банкет, после банкета вполне трезвый, так называемый трактир с номерами, элитная гостиница, как бы сейчас сказали, называлась на Англии, на углу здесь столешниковой переулки и Петровки. И остается там. Спустя несколько часов из номера люкс гостиницы Англия выбегает в нижнем белье известная кокотка, звали ее Ванда, она была австрийская, подданная, рыдает и кричит, у меня в номере только что умер русский офицер. Полиция, комиссия, мертвый Скобелев. Лежит в номере обнаженный. Пытаются разобраться, что он пил, ел на банкете, вроде ничего особенного. Ванда говорит, что перед тем, как зашел Скобелев в номер, кто-то вышел из соседнего номера, потом не нашли кто, там же не регистрировались посетители, кто-то вышел из соседнего номера, тут же узнал Скобелева, бросился к нему на грудь, давайте пить за здоровье русского героя, и Скобелев выпил шампанского из рук незнакомого человека. Потом ему резко стало плохо. Провели вскрытие, диагноз был написан такой, паралич сердца и легких, якобы очень изношенное сердце, такой инфаркт молниеносный, 38 лет. Токсикологическое исследование не проводилось, естественно, родилось множество слухов, было несколько версий, но никто не поверил, что он умер сам по себе. Версия первая. Скобелев это русский Бонапарт. Он замышлял арестовать Александра Третьего, с которым как-то не договорился, и заставить его подписать конституцию, и был якобы отравлен монархическими агентами. После гибели Александра Второго при дворе образовалась так называемая Священная Лига, в которую входили несколько представителей высшей знати, и которые хотели якобы расправляться с террористами, незаконными методами, просто уничтожать террористов. И сейчас я не понимаю, зачем, для того, чтобы уничтожить террористов, более чем достаточно было законных методов. И вот якобы эта Священная Лига, государь-император об этом не знал, вынесла свой приговор потенциальному русскому Бонапарту Скобелеву. Вот на этой версии построен весь роман Бориса Акунина «Смерть Ахиллеса». Следующая версия немецкая. Немцы, не желая терять своего союзника Россию, и видев Скобелевы колоссального политического врага, организовали это отравление. Это все немецкая агентура. В пользу этой версии говорит еще скорая, такая же таинственная смерть крупного французского политика, ближайшего французского друга Скобелева. Тот как раз уговорил Скобелева не отрекаться от своей беседы с сербскими студентами. Гамбетто умрет через несколько месяцев. Он поедет на охоту, зачем-то решит чистить охотничье ружье, забыв его разрядить, и очень удачно выстрелит себе в голову. Гамбетто был самым ярым сторонником союза с Россией и войны с Германией по освобождению французского Эльзаса и французской лотаринки. Те маневры немецкой армии, на которых присутствовал Скобелев, и те записки о состоянии германской армии мы не знаем. Сохранили состояние целиком. Частично они есть опубликованные. Якобы тоже подлили здесь масло в огонь. Третья версия. Без нее никак. Англичанка нагадила. Убили его англичане. Англичане не смогли простить Скобелеву завоевание Средней Азии. Это все большая игра. И Скобелев стал ее сакральной жертвой. В интересах Англии было поссорить. А вот тут внимание. В интересах Англии, которая не собиралась воевать с Россией напрямую, не как она всегда воюет чужими руками, было поссорить Россию и Германию. Убив Скобелева и свалив подозрения на немцев, таким образом вбивался клин в русско-германские отношения. Как мы с вами знаем по истории, пока у России с Германией хорошее отношение, у Англии проблемы. Святое дело администрационного мира рассорить Россию с Германией. Можно Скобелева убить, трубопровод взорвать. Есть масса вариантов. В пользу этой версии говорит легенда о том, что Скобелев якобы во время аудиенции с Александром III предлагал ему организовать новый поход на Индию. Он уже отработал эту технологию южных завоеваний и обещал Александру забрать у англичан Индию, но никаких письменных доказательств этой версии нет, только разговоры и легенды. Но есть еще четвертая версия, такая самая невероятная, даже пятая есть. Четвертая версия, что отомстили ему какие-то тыкинские старейшины, отомстив за покорение Туркмении, отравили. В пользу этой версии говорит только одно, что на Востоке любят травить. Там они используют, да. Пятая версия, это масоны, это французские масоны, которые очень хотели использовать Скобелева в своих интересах, но что-то у них не получилось. Что не получилось, не знаю, но много было масонов вокруг Скобелева. у него начальник его штаба Куропаткин, будущий военный министр, был масоном французской масонской ложи. Тот же самый Немирович Данченко, его ближайший друг был масоном, это вообще известно, тоже французской ложи. Их много вокруг него было. Но мы любим все свалить на масонов. Не очень понятно, зачем масонам травить Скобелева, но такая версия тоже была. Тайна его смерти не разгадана до сих пор. Единственное, что вызывает у меня лично подозрения в естественности смерти Скобелева, это вот эти обстоятельства смерти. В объятиях женщины сомнительной, более чем сомнительной репутации национальному герою, суворову равному, как тогда говорили, ни Камильфо умирать, ни по-нашему, ни по-православному. Подстроить такую смерть однозначно стоило, чтобы испортить Скобелеву репутацию. Ну какой он там вам, Бонапарт? Фу, бабник, вяжется неизвестно с кем, допрыгался. Вот если просто отравили, или просто ему стало одному плохо, одна история. А вот это как-то очень театрально это выглядит. Так не бывает. Однако это не сработало. Вы знаете, вот вся вот эта история, которая, естественно, в газетах опубликована не была, в деталях, но все все знали. Она на репутацию Скобелева в народе не повлияла никак. Его окружало какое-то невероятное народное обожание. Сто тысяч человек провожало Скобелева на вокзал гроб. Сто тысяч сидели на всех крышах, подъездах, деревьях. Пробиться было невозможно. Вся высшая элита, великие князья, генералы. Александр не участвовал в проводах, сам Александр Терехи, прислал телеграмму семье и распорядился назвать один из военных кораблей сразу именем Скобелева. А дальше великие князья были на вот этом провожании. Потом шел поезд в Рязань из Москвы. Вспоминали, что вот поезд останавливался на каждом полустанке, везде огромные толпы. Сейчас представить невозможно. Вдоль железнодорожных путей крестьяне, рабочие с иконами и лампадами стояли на коленях. Так провожали своего героя. В общем, поезд ехал очень долго. В Рязани остановился. В поезд встречали скобелевские крестьяне. Свободные крестьяне вообще-то, арендаторы. Временно обязанные. И дальше 20 километров до имения несли крестьяне гроб на плечах. На венке, присланном от генерального штаба, было написано герою Скобелеву, полководцу Суворову равному. Несколько слов о памяти Скобелева. Первое время пытались как-то замолчать, но потом, по мере того, как изменилась внешняя политика, дело в том, что прошло всего несколько лет, и Тройственный союз российско-германский распался, и нашим союзником стала Франция. Сначала тайным, потом открытым. Потом образовалась Антанта. И все поняли, что Скобелев предвосхищал все правильно. Ну, по крайней мере, так тогда казалось. Скобелева вспомнили, появились вот эти самые книги, как это, Скобелев о немцах. Вот он, наш потенциальный противник главный начала 20 века. Второй круг всенародного обожания. Помните «Утомленное солнцем»? Первый фильм, там комдив Котов говорит, что не узнали меня, конфеты дает, конфеты Кота, комдив Котов. Вот были конфеты с именами советских комдивов, надо покопаться, но точно были конфеты Скобелев, торты Скобелев, сигареты Скобелев, вино Скобелев, пряники тульские Скобелев. В общем, чего только не было, это был мегабренд. Город Фергана, где Скобелев служил губернатором, помните, какое-то время, был переименован в Скобелев. Первые памятники Скобелеву появились в Варшаве и в Литве, собраны на деньги офицеров его корпуса. Ну, естественно, после революции свободная Литва и Варшава тут же снесли. В Москве долго-долго решали и, наконец, добились установки памятника Скобелеву. Вы, наверное, все знаете, где он стоял. Знаменитый памятник белому генералу. На самом главном месте в Москве, напротив дома генерала-губернатора московского, сейчас мэрии Москвы, там, где сейчас находится памятник Юрию Долгорукому. На огромном гранитном постаменте деньги собирали по народной подписке, частное лицо Николая II внес существенную сумму, а дальше все-все собирали деньги. И в 912 году памятник установили, а площадь переименовали в Скобелевскую. Памятник простоял там недолго. В соответствии с Ленинским указом о монументальной пропаганде, памятники царским сатрапом, в том числе и проработителю Средней Азии и угнетателю трудового народа среднеазиатского, свободных женщин Востока, белому генералу Скобелеву был снесен в числе первых. Постамент взрывали пять раз. Никак не получалось. Наконец-то взорвали. Разнесли. Есть известная байка историческая о том, что якобы Моссовет принял решение о сносе памятника Скобелеву как белогвардейской сволочи, не вникая в исторические нюансы. Не думаю, что это правда, потому что памятник снесли, по-моему, где-то в мае или июне 18-го года. Тогда еще не было такого ярко выраженного понимания, что есть белая армия. Хотя, кто его знает, есть и до сих пор, пока еще, слава Богу, много памятных мест, связанных со Скобелевым. В Болгарии это месте села, которые называются Скобелево. И памятники Скобелеву. Один из них наиболее масштабный. Немцы пытались в годы Второй мировой войны снести. Поразительно, но местные жители не дали. Сказали, нет, это наш болгарин, настоящий национальный герой, не трогайте его. И немцы рукой махнули. Не тронули. Там памятник Скобелева чтят. И, опять же, согласно одной из исторических версий, зачем мама ехала Скобелево в Болгарию с миллионом рублей? Хотела избрать сына Мишу болгарским царем. Для этого нужны были деньги, чтобы организовать выборы. Тогда выборы другие, чем сейчас были, но выборы. Он там был действительно очень и очень популярен. А дальше я вам расскажу такую историю, личную, которую никто не знает. в 2013 где-то. Ко мне приходит наш прославленный космонавт, первый человек, совершивший выход в космос, Алексей Архипович Леонов. Он, оказывается, большой энтузиаст был военной истории, и особенно вот этого периода Скобелева. У него было общественное попечение. Он возглавлял общественный Скобелевский комитет. Цель этого Скобелевского комитета была восстановить памятник Скобелеву в Москве. Он приходит и показывает мне вот такую от земли вот столько писем в поддержку восстановления памятника Скобелеву. Вот кроме Владимира Владимировича и тогда премьера Дмитрия Анатольевича все остальные эти письма подписали. Лужков, председатели Государственной Думы, руководители фракции, губернаторы, мэры, общественные деятели, народные артисты. Вот такая пачка письм. Все говорили горячо поддерживаем идею восстановить и установить либо на историческом, либо на каком-то другом месте памятник Скобелеву. И никто, ни один человек не дал ни копейки палец о палец не ударил. Все письма писали в поддержку. Мне Леонов говорит, я уже не знаю, доживу ли я до этого, ну сколько же можно? Давайте что-то сделаем. Ну поскольку уже мне было поручено заниматься военно-историческим обществом, я подумал, что вы пришли по адресу. И не прошло и года, как прекрасный памятник Скобелеву, работа Рукавишникова, известного нашего скульптора, был установлен перед зданием Академии Нейерального штаба в Москве. Поскольку Скобелев точно самый прославленный до революции выпускник этой академии. Сейчас у этого памятника там такой парк небольшой, говорят, проходят торжественные мероприятия, ну и слушатели нашей военной академии очень к нему особо относятся. Мы открыли этот памятник в декабре 2014 года Сергеем Борисовичем Ивановым, который возглавляет сейчас попечительский совет РВИО. Не просто в декабре, а 9 декабря. Почему 9 декабря? Уж 9 декабря это старый еще имперский праздник. Сейчас он восстановлен, но не очень афишируется. Это День Героев Отечества. Именно в этот день Екатерина Вторая подписала указ об учреждении ордена Святого Георгия. У Святого Георгия два дня, если в мае и в декабре, и в день Святого Георгия в декабре был учрежден воинский орден Святого Георгия, который давали за личный героизм. И с тех пор это День Героев Отечества, коим, безусловно, относятся и Скобелев. Белый генерал, белый мундир, белая лошадь, несколько было у него коней боевых. Самый известный из них был белый конь Красавчик. Была кличка у него такая, подстать своему хозяину. Почему Скобелев любил белый цвет? Ну, для него это было суеверие, если его и раньше серьезно никогда не ранили в белом мундире, то и далее он будет его оберегать, несмотря на всю свою казалось бы заметность. Солдат, легенда была понятная, наш командир специально носит белый мундир, потому что он неуязвим. Если его ранят, все увидят красное на белом, а он этого не боится, потому что пуля его не берет, штык не дотягивается, сабли, пиков, ничто не может его достать. Есть крайне необычные рассуждения Скобелева по поводу войны. Вот что вспоминал Немирович Данченко, он записывал за ним. «Я дошел до убеждения, говорил Скобелев, что слава, весь этот блеск, все это ложь. Разве это надо человечеству? Сколько убитых, раненых, разоренных? Ну объясните мне, будем ли мы с вами отвечать Богу за ту массу людей, которых мы убили в бою?» Странное рассуждение профессионального военного, толстовства практически. Или вот еще, «Да, я люблю воевать, это моя работа, но я ненавижу войну, я ненавижу ее за то, что это смерть». Его солдаты говорили, «Он никогда не посылал нас на смерть, но он всегда вел нас сам со собой». Поэтому Суворову равны. Не потому, что великий полководец. В масштабах огромных военных компаний Скобелев и Суворов несопоставимы все-таки генералиссумус, 60 больших сражений, но в отношении к солдату, к сбережению солдата, это действительно человек равный Суворову. Поэтому надо помнить его заветы, вообще помнить уроки того времени. Надо помнить, что в политике, как говорил Скобелев, нет никаких общечеловеческих ценностей. Есть интересы. Если надо идти на юг, через пустыню, через войну, то надо идти, потому что это вопрос безопасности нашей страны. Надо границу отодвигать, идти навстречу британской экспансии. Если надо идти на Балканы, то тоже надо идти. Не из-за абстрактных интересов, любимых нами братушек славян, дай Бог им счастья и здоровья, а из-за своих интересов, своих собственных национальных. Потому что у братьев славян власть может поменяться, и в какой-то момент прав окажется Достоевский, а у нас наши интересы национальные, они постоянные. Что такое национальные интересы? Это интересы наших собственных граждан. Есть большая игра, есть собственные интересы, интересы своих граждан, и только. Никаких надежных союзников, как показывает время, в политике нет. Надежные союзники у нас только кто? Армия и флот. Армия и флот это что? Это не только техника, не только железо. Армия и флот это люди, это люди, которые крепче стали, это люди, которых рождает наша земля, как деда Скобелева, из самой-самой своей гуще. Одаренные самородки, как белый генерал Михаил Скобелев. Вот такие люди, есть наша главная защита, наша главная надежда, наш главный союзник. Поэтому будем помнить Михаила Скобелева. Спасибо вам за внимание, терпение и за интерес и любовь к русской истории. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok